Шторм Спирит Райжин Тундеркек Небесное существо, вызванное для того, чтобы помочь Сентинелл в их тяжелейшие времена. Шторм Спирит проявился в сущности Пандорена. Хотя душа Пандорена погибла в потоке чистой электрической энергии, божественное воплощение даже сейчас ищет пристанище в его теле, будучи неспособным выжить в собственном. Однако, несмотря на свое заключение в смертном, Шторм Спирит далек от ограничения его огромных сил. Способный управлять мощными, неисчерпаемыми запасами энергии мистическим образом, он стремительно осыпает противников Сентинелл разрушительными искрами молнии, уничтожая всех, кто посмел пересечь его путь. Хорош. Отлично. Даже после Лива фидит. Пускай как газует. Вот так вот сделаем. Ребята не попадают, но я душу. Хорошо, пошло дело. Вот это я СК застелил. Помогут ребята? Ой, хорош, подстанем. Дайте рампагу. Хорошо, на вставочку. все погнал погнала драка промах серьезно я буду драться сатане ключа и побеждай побежал дорогой промах промах а и не удивлен в принципе давайте еще раз попробуем ладно ладно ничего страшного попадем следующей жизни да что это такое серьезно вы видели сколько промахов было еще и животное бежит что я говорил про свои тайминги я думаю вы сейчас зарублите в принципе отжимать рожь погони за ксином нападение счет будет браконьерская хорошо хорошо так вот этого вы еще опа опа ну интеллект значит хекс но я ловкач значит бабочка всем привет дорогие родные мои что же с вами я все на здесь аркадьевич как там еще я да я помылся смотрите какой свеженький не пахну него не зато воняет моя футболка как все любят говорить поменяю пожалуйста я не поменяю эту футболку среди какой классный арт какой классный теник нарисован но не суть не суть друзья перед началом данного ролика вот вот эти вот ребят надо им ноги целовать но серьезно такие ребята им ну они просто просто молодцы они продвигают мой канал и конечно же целую многим так но пока ноги ноги пока я поцеловал сам себе но ничего есть его есть у вас возможность друзья подключить тоже спонсорку и смотреть контент немного раньше всего 100 рублей в месяц это не так много даже если быть точнее 99 точечка 0 0 все очень очень простенько друзья ну и что ж что ж ребятки низкий поклон ноги целую как говорится поднимаю все дела вот эти и сегодня у нас интересный гайд гайд на райжина тандер кега тандер кега короче тандер кегля не знаю его называл но не суть посмотрите какой прекрасный штормик он смотрите как он бегает по кругу и у него еще ботал кстати на спине вы видели обратили внимание что у него ботал на спине и у него запечатано там еще вот тут два ботла окей не суть смотрите братцы сегодня мы узнаем как работа на соревнов как работает вортекс как работает оверлорд оверлорд господи фаерлорд хорошо что не фаерлорд оверлоуд и конечно же лайтнинг данный персонаж является одним из сильнейших персонажей доты я лично кайфую с этого героя потому что на нем всегда приятно играть если вы чуть-чуть пофармили чуть-чуть побегали у вас есть блат стоун на 50 тысяч зарядов тумана у вас будет не кончаться никогда и вы будете кайфовать на этом героя принципе все ребятки переходим к теории потом посмотрим практику а сегодня по практике у нас кстати знаете чё по практике у нас сегодня три каточки дефолтная фановая и дефолтная дефолтные две в начале и фановая в конце кири гадко на шторме ну и конечно же попробуем набить бладстоунов как можно больше в одной из этих трех каток около 60 70 бладиков попробуем набить надеюсь это понравится вам тема ребятки обязательно загрузите лайк как вы лайк поставили на гайде инвокера гайд на инвокера вам очень понравился шторм не хуже инвокера тут всего четыре кнопки там всего 10 а тут 4 но тем не менее шторм тоже интересный все желаю приятного просмотра и поехали итак друзья ну что ж переходим мы конечно же к разбору наших способностей первая способность это у нас статик римнан хотки нас р это у нас можно сказать такой спелл который позволяет нам зонить оппонентов на меду фармить конечно же очень хорошо ну и в целом раздамаживать оппонентов намного лучше нажимаем фотки р и вот такая вот у нас идет анимация эту анимацию можно мгновенно скипнуть то есть вот так вот бежите и скипайте и у вас появляется вот такой вот римнантик который стоит и который будет также вам давать vision когда это будет необходимо причем также дает еще и воздушно вот этот vision этот воздушный vision это очень-очень хорошая тема потому что она будет вам позволять видеть то что другие не смогут увидеть при этом vision у вас огромный 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 600 единиц вижена вот так вот вы получаете то есть в расстоянии 600 единиц вы можете видеть все то есть подходя крош питу там знаете вот тут бахнули римнанты и видно рошу так что вот эта тема будет очень вам помогать это первый такой момент второй момент что у нас вообще делает римнант какая его задача римна зависимости от уровня прокачки наносит урон также этот урон еще будет у нас бить в инвиз если в случае чего там инвизный персонаж будет пробегать рядом с этим римнантом к слову римнант у нас имеет несколько ауешек это радиус урона конечно же и радиус срабатывания радиус урона у нас составляет 260 единиц поехал давличка и конечно же радиус срабатывания 235 то есть если мы вот так поставим римнанта и кто-то будет рядом с ним проходить то он может взорваться и нанести урон при этом этот римнант может работать массово то есть смотрите если я допустим поставлю римнант вот здесь толпу то он массово продамажит но есть такой прикол если если вот так вот два героя будут рядом идти то есть они могут не продамажится то есть может не сработать этот урон то есть чем прикол этой темы римнанта у римнанта есть время подготовки примерно одна секунда и она это одна секунда позволяет семь юнитом зайти в этот римнант и продамажится намного больше нежели чем продамажится только один персонаж который который подойдет туда вот видите сейчас два продамажилась потому что очень близко то есть очень маленькая ауешка вот этого дамага который у нас там имеется и тем не менее в него можно успеть зайти но лучше конечно же ну вообще механика этого спела проста вы прыгаете даете римнант начинаете дранцы и просто там очень много урона на самом деле все очень очень просто сколько длительность этого римнанта спросите вы когда вы его ставите 12 секунд этот римнант будет у вас стоять можно вот так вот поставить где угодно и он будет полить вам местность определенное количество времени в принципе по некоторым фишкам это все погнали по уровням прокачки так как табличка уже висит давайте пробежимся еще раз смотрите на 12 секунд ставится вот такой римнант если вы никто не задевает римнант уничтожается следующая радиус срабатывания римнанта 235 иди с радиус урона 260 и римнант у нас ставится по нажатию ходки r под себя то есть соответственно вы не можете никуда указать далее задержка до срабатывания 1 секунда как я уже говорил у нас есть задержка на римнанте и это очень очень хорошо на самом деле потому что это будет позволять вам раскидывать оппонентов намного жестче ну что дл и вот этот позволит но немного так сказать заблудить не заблудить как сказать немного напрячь оппонентов чтобы они там тоже они начинали отходить лево вправо то есть вы будете ломать ему позиционку оппоненту дабы не получить урон с статик римнанта далее урон на первом уровне 140 на втором 180 на третьем 220 и на четвертом 260 урона монокост 100 единиц маны и кд 3 с половиной секунды каждые три с половиной секунды вы сможете на 260 урона ставить вот этот прекрасный римнант так что вот такая вот тема что касаемо у нас урона это у нас магический урон соответственно худый пайпы бкбки это все так сказать душит другая тема какая у нас тут есть и тем блатск минус и тем 230 когда вы ставите римнант если будет проходить бкбшный юнит он будет уничтожать этот римнант и конечно же римнант пропадает но при этом урона не наносится нашему бкбшному юниту так что вот эту тему ребятки нужно знать принципе по этой способности все поехали на следующую способность следующая способность на нашем персонаже это электрик вортекс эта способность очень специфична и в первой доте она очень сильно поломанной и на ранней стадии эта способность не раскачанная абсолютно ни к чему не приводит и это ну просто руин способность объясняю почему и но объясню чуть позже давайте так сделаем потому что данная способность весьма специфично вот кенос е прокачали данную способность и что у нас делается дальность применения этой способности 300 единиц и вы вы должны вот так вот на 300 единиц подойти за юзл эту способность и смотрите какой я медленный было персонаж уже вышел с этого так сказать стана и был готов меня атаковать а я до сих пор замедлены именно про это я и говорю на данной способности есть приколюха что вторая способность дарует вам притягивание оппонента к себе поближе но забирает у вас movement speed а именно забирает у вас 50 процентов скорости передвижения на 3 секунды то есть соответственно если вы думаете что когда вы бежите на low hp и думаете сейчас я ему electric vortex запихну и убегу у вас ничего не получится даже на last уровне у вас будет всего 0 5 секунд чтобы побегать еще в этом замедлении то есть если на ласте две с половиной длительность вортекса самого притягивания то получается что если замедление 3 секунды то 0 5 секунд вы будете очень сильно замедлены не знаю такая себе тема то есть прикольно было бы если там знаете на первом левеле там буквально там ну на хотя бы на полторы секунды уже притягивал уже намного лучше было бы чем на одну секунду но не суть в общем из-за этого я рекомендую этот спелл не брать единичку двойку а как минимум брать в тройку и как лучше всего конечно же докачивать но это первый момент вторые моменты погнали смотрите выезжает табличка давайте посмотрим по табличке и разберемся что у нас тут есть и как оно тут все в целом работает смотрите анимация применения это все фигня это в принципе у нас скипается 0 5 секунд вот это применение то есть есть определенный каст это вы в принципе все понимаете далее дальность применения 300 единиц то есть на 300 единиц вы должны подойти для того чтобы включить второй спелл но иногда эти 300 единиц растягиваются на все 500 потому что бывает что персонажи начинает убегать и вот то есть ну сейчас уже поболее было и по механике игры это это расстояние немного больше может растянуться далее радиус притягивания 100 150 200 и 250 единиц то есть соответственно чем выше чем выше вы раскачаете тем сильнее у вас будет притягивать это вот такая вот тема далее это у нас таргет и соответственно одну цель вы только можете так притянуть следующий момент длительность вот этого притягивания 1 секунда полторы секунды 2 и 2 с половиной секунды то есть вы можете задезреблять оппонента на 2 с половиной секунды притягивая его к тебе это очень хорошая тема в совокупности с статик ремнантом вы ставите ремнант и начинаете подтягивать на себя это очень хорошая комбинация ну и конечно же замедление своей скорости передвижения на 50 процентов длительностью 3 секунды вот это тот нюанса который говорил и с ним нужно быть поосторожнее далее требуется маны у нас на так сказать электрик вортекс 100 110 120 и 130 маны конечно же перезарядка у нас такая 21 20 19 и 18 секунд перезарядки на данной способностью все в принципе просто в линку эта способность у нас не должна работать давайте проверим двести девятнадцатая по идее должна сбиваться до линка сбивается и при этом кстати мне не накладывается этот дебафф который замедляет меня видите так он наложился когда линки нету наложился ха-ха-ха смешно как будто в туалете наложился а так нет а так не накладывается соответственно в линку работает оверкорректно бкбшного юнита естественно работать это не будет я даже это проверять не буду но и эту тему говорят что нельзя развеивать то есть если мы собираем это мгив и тем 242 если мы собираем дефьюзиал блэйд то соответственно мы не сможем по идее с этого вортекса как-то развеете вы нет не можем мы развеивать этот вортекс не как то есть я нажал сразу бы он отпустил во нет он не развеивается но я думаю пресс-атака можно наверное развеять ну что это такой спел самый сильный но и в целом и наверное сейчас это проверим за спаунили мы легиона и сейчас будем пробовать юзаем на развеивается то есть сильнейшее развеивание которое у нас есть а именно пресс-атак он конечно же развеивает эту всю контору давайте еще раз при этом 100 шторма дебаф не падает соответственно шторм будет замедлен то сильнейшие развеивания работают отлично на это второй спелл и конечно же это все друзья юзайте спелл с умом раскачиваете его если собираетесь душить я обычно раскачиваешь либо 1 3 и в двойку в тройку беру примерно вортекс либо вообще его не качаю до определенных моментов потому что данный спелл очень сильно руинит но если у вас много маны в принципе можете забить на это замедление получается так погнали на третью способность итак друзья третья способность на нашем персонаже это оверлоуд прокачали данную способность хотки у нас в и что у нас делает эта способность данная способность позволяет нам зарядить свои руки и нанести урона оппоненту немного больше в определенном радиусе это у нас еще способность будет работать и конечно же конечно же еще она замедлит оппонента и замедлит оппоненту скорость атаки мало того что м с замедлит так еще и а с замедлит так что вот такая вот у нас способность. Для того, чтобы активировать третий спелл, зарядить свои руки, мы должны заюзать одну из способностей, то есть первый, второй или ультимейт. Так как ультимейт у нас еще не вкачан, разберем мы его чуть-чуть позже. Разберем действие с третьим спеллом немного позже. Смотрите, ремнант заюзали и у нас появляется вот такой вот красивый эффект. Это значит, что наши руки заряжены и мы можем отдать эту тычку, замедлить оппонента, конечно же, нанести ему урона немного больше, так как тут у нас с уровнями прокачки еще и урон увеличивается. Ну и, конечно же, снять у нее немного скорости атаки и скорости передвижения, так как я уже сказал. Там кратковременно, конечно же, но ничего страшного. Это чуть позже разберем. Как будет работать эта тема со вторым? Нажимаем второй, сразу же заряжаем и, конечно же, можем эту тычку также отдать. Есть тут одна приколюха, что эту способность можно обузить. То есть мы ее заряжаем же, да, правильно, но можно зарядить незаряженную тычку, соответственно. Вот, смотрите, нажимая ремнант, у нас тычка заряженная, мы атакуем и срабатывает вся тема. Но можно сделать это так. Даете тычку, нажимаете ремнант и тычка незаряженная уже в полете заряжается и наносит урон оппоненту. Этой темой пользуются все штормы, в принципе, все без исключения. И, конечно же, это также будет работать с ультимейтом, но об этом поговорим немного позже. Выжар у нас, друзья, табличечка. Давайте посмотрим. Радиус 275. Что это за радиус, спросите вы? Это радиус у нас вот этой способности в АОЕ, она у нас работает. Она нанесет в АОЕ немного больше урона и, конечно же, также в АОЕ замедлит АС и МС. Как вы видели, у нас Абадон был тоже замедлен, конечно же, когда пробегал рядом с Разором. И, как видите, эта тема работает отлично. Что самое важное у нас на этой способности? Важное понимание, то есть это... Отойдем немного от таблички и я сейчас многое еще объясню. Важно понимать, что эта способность не накапливается. То есть, когда вы получили один заряд оверлоуда, вы должны сразу же скинуть эту тычку, чтобы нанести как можно больше импакта. То есть, сразу выдать этот урон. И потом заюзать способность еще раз. То есть, у вас эта способность не накапливается. Если вы там наюзали ремнант, 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 то вы думаете, что у вас там дэмэджа будет очень много на следующую тычку. Нет, это так не работает. Одно применение, так сказать, один заряд оверлоудов. Все. Надеюсь, вы поняли. Далее, смотрите. Урон в зависимости от уровня прокачки. 30, 50, 70, 90 урон на ласт уровне. Это, в принципе, немного, но этого достаточно для того, чтобы уничтожать. Потому что кдшки у нас, в принципе, маленькие и можно постоянно бить третьим спеллом. Так что, вот такая тема. Замедление скорости передвижения на 80% и замедление скорости атаки на 50%. 80% замедление и скорость атаки 50%. Это очень тоже сильное замедление, но длительность всего на 0,6 секунд. Это немного, но это, в принципе, очень жестко тем, что вы сможете штормом постоянно накладывать эти замедления. И, то есть, с помощью ультимейта и с помощью ремнанта все это в совокупности в балансе вы сможете очень жестко напрячь оппонентов. Ну, вот такая вот у нас тема, друзья. Так как у нас третий спелл является, друзья, пассивкой, это значит, что эта пассивка у нас отключается с сильверухами. То есть, если с сильверейджем мы получаем по шапке, то, соответственно, у нас пассивка перестает работать и мы не сможем заряжать свои руки. И самое-самое прикольное, что у нас тут есть, это, конечно же, это не уникальный модификатор атаки. Соответственно, сюда можно собирать всякие разные орбэффекты. То есть, там, скайдис, татаники и прочую всякую тему. Собирайте, что хотите, и душите. В принципе, по этой способности все. Вы также еще, кстати, можете и в инвизного немного так попасть. То есть, соответственно, если вы вот так вот будете атаковать, и у вас кто-то тут в АОЕ-шке будет инвизной, то ему урон, конечно же, тоже нанесется, и он немного замедлится. Так что, вот такая, друзья, тема. Ну и так как это у нас магический урон, фуд и пайпа, это все у нас смягчает и в БКБшных юнитах. Эта способность работать у нас никак не будет. То есть, он не будет, оппонент у нас замедлен, и, конечно же, не получит бонусного урона с нашей заряженной тычки оверлоуд. На этом все, друзья. Поехали на следующую способность. Итак, друзья, самое время, конечно же, у нас поговорить уже о Лайтнинге. Худке у нас Джи, мы прокачали данную способность Тесси уже очень долго, и, конечно же, выведал несколько интересных моментиков. Сейчас мы будем рассказывать. Ну, есть тут, блин, на самом деле много всяких механик, о которых мы в целом, я, в принципе, и знал, но я просто так для себя потестил, посидел. Первое, что нам нужно знать по ультимейту, ребятки. Наш ультимейт наносит урон, дает шторму неуязвимость, дает вижен во время полета, и, конечно же, имеет множество всяких плюв в зависимости от уровня прокачки. Давайте разбирать. Первый момент, это полет. Нажимаем Худке и Джи и полетели. Дала вижен, срубили деревья везде, где пролетели, и, конечно же, пролетели определенное расстояние. Далее, второй момент, это урон, который мы нанесем, когда прилетим куда-то. Смотрите, вот тут у нас стоят кентавры, мы сейчас в них влетим и нанесем им урон. Бах, и нанесли урон. Урона, конечно же, немного, но в зависимости от уровня прокачки у нас этот урон будет увеличиваться. Ну и возвращаемся на исходную. Вот сюда, вот к нашему другу Шторму. Заюзали мы сюда еще дополнительно даггер во время полета, но об этих нюансах я поговорю чуть позже. Поехали далее. Смотрите, давайте по порядку. Первое, скорость Шторма у нас есть. Шторма, в зависимости от уровня прокачки, она улучшается. Второе, у нас есть радиус дамага. Когда Шторм пролетает над кем-то, он наносит урон, независимо от того, долетел он или не долетел до конечной цели. То есть, когда вы просто вот так пролетаете, видите, вы нанесли урона. Соответственно, этот урон у нас имеет АОЕшка. Эта АОЕшка также увеличится с уровнями прокачки. Следующий момент. Конечный урон, который мы нанесем юниту, то есть, допустим, мы вот так вот летим и нанесли в конце какому-то юниту урона намного больше. Чем больше вы пролетаете, тем больше вы наносите урона. Это вот такой момент. Шторм может игнорировать всякие там купола Войда, пролетать через них, может там пойматься на хук, и он так немного вздрочнется. Магнус может на скивере улететь. То есть, получается, если Магнус его цепляет скивером, то шторм будет лететь как будто, и Магнус его будет все равно тянуть. Ну и, конечно же, у нас тут имеется, ребятки, трата маны. Трата маны лютая на самом деле на шторме, и нужно понимать, как она работает. Сейчас я буду стараться вам ее объяснить. Поехали, наверное, по первым моментам. Это трата маны на шторме, и как это работает. Смотрите, что нам нужно знать? Во-первых, на шторме есть такая тема, именно две стадии траты маны. Первая стадия маны, это активирование нашей ультимы, и вторая, это просто обычный полет. Первое, давайте разбирать, смотрите, активирование маны. Давайте проведем такой небольшой тестик, чтобы наглядно продемонстрировать, насколько сильно влияет на полет шторма активирование маны. Смотрите, давайте вот так попробуем пройти максимальное расстояние на шторме. Смотрите, маны как у нас сильно тратится, и оп, и мы уже не можем никуда полететь, потому что маны у нас не хватает. Смотрите, не можем мы уже никуда полететь. Мы долетели вот досюда. И теперь я продемонстрирую, насколько важно понимание стартового вот этого вот включения, и, конечно же, включение без стартового. То есть, если мы будем игнорировать первую стадию, а именно постоянное активирование ультимейта, и будем пользоваться полностью стадии первой и второй за одно применение. Смотрите, мы долетели досюда, и у нас еще есть маны обратно долететь. Теперь я думаю, вы наглядно поняли, что шторм должен, вот, допустим, в ранней стадии, да и вообще шторм, для того, чтобы профитно летать, ему нельзя кликать постоянно ультимейт, иначе тратится маны будет намного больше. Вот такой вот у нас небольшой моментик, ребятки, наглядно, насколько важно понимание первой стадии пролета и первой и второй взаимодействий. То есть, для того, чтобы пользоваться штормом более импактно, вам нужно пользоваться штормом не вот так вот, вот как вот так вот, да, то есть, ну, вы можете так пользоваться, я не говорю, что это плохо, но это в зависимости от количества вашей маны. И, соответственно, можно пользоваться вот так вот, то есть вы пролетели, раздамажили, конечно же, можно вот тут вот так вот сделать, опа, вот так вот раздамажить и все, допустим, убили. Вам важно понимать, что первая стадия самая затратная стадия. Ну и как она у нас, что работает, сейчас также будем разбирать. Смотрите, первая стадия у нас активирования ультимейта берет 30 плюс 8 процентов от общего запаса маны, а вторая у нас берет 12 плюс 0,7. Это очень-очень большая разница, то есть для того, чтобы вам активировать ультимейт, вам нужно очень много маны, а для того, чтобы просто лететь, вам нужно маны намного меньше, нежели чем вам требуется для активирования. И это очень важно понимать. То есть тут уже думать вам, как этим пользоваться, и я вам показал, насколько это важный момент, что если мы долетели до сюда и прилетели обратно, нежели чем просто дошли до сюда. То есть как это юзать, вы, в принципе, должны понять. Следующий момент, какой у нас тут есть Я думаю, самое время поговорить у нас уже по уровням прокачки И поехали Выезжает табличка, смотрите Дальность применения у нас глобальная Это значит, что мы можем юзать ультимейт куда хотим То есть, допустим, сюда, там, туда, там Куда-то в лоу-граунды и в прочие места Следующий момент, не касаемый таблички Пока я не забыл Во время пролета ультимейтом вы можете юзать что угодно Вы можете заюзать даггер Вы можете заюзать второй спелл Вы можете заюзать первый спелл То есть, что хотите, вы можете юзать во время полета, ребятки Даже инвентарь вы спокойно можете юзать Во время полета вы также можете ставить ремнанты и прочую всякую тему Юзать там даггера и всякую прочую фигню То есть, вы можете даже тпшку во время ультимейта заюзать и задефить крипов Так что, вот такая вот тема Следующий момент, касаемо таблички Я немного отклонился, но продолжаем Радиус урона у нас тут есть 125, 200, 275 Когда шторм пролетает над кем-то, он наносит урон И этот радиус урона увеличивается с уровнями прокачки То есть, вот шторм у нас становится во время полета аоешкой Аоешкой в 275 на ласт левеле То есть, вот такой вот аоешкой у нас становится шторм Нежели чем на первом уровне она у нас вот такая вот То есть, соответственно, чем больше аоешка, тем больше вы урона нанесете То есть, если вы хотите задефить хг от крипов и от героев оппонентов Вы примерно отсюда, от колодца начинаете лететь И вот так вот в радиусе всех крипов вы сметаете И все И все у вас становится вот так вот, кошерно Следующий момент, какой у нас тут есть Самый интересный Скорость полета 1250, 1875 и 2500 Как вы, наверное, обратили внимание То, что у меня один шторм Вот этот шторм шестого уровня ультимейта Он летит очень медленно А этот шторм третьего уровня ультимейт летит очень быстро Давайте я покажу еще раз Смотрите Намного быстрее у нас летит шторм У которого третий левел ультимейт Давайте еще раз Смотрите Третий уровень ультимейта перегоняет шторма первого уровня очень быстро При этом я еще юзаю слабенького шторма пораньше И все равно шторм, который имеет третий уровень ульта Он летит намного быстрее Да это даже так видно, посмотрите Какая тут скорость и какая тут Просто наглядно, ребятки Все у нас тут есть наглядненько И я думаю, не стоит объяснять Почему я люблю на шторме прокачивать Ультимейт в двойку на одиннадцатом Потому что скорость плюс АОЕшка Плюс далее урон У нас также будет увеличиваться Смотрите, урон на 100 единиц перемещения Урон у нас имеет тут Специфику кратности, а именно 8, 12, 16 кратности У нас за 100 пройденного пути Есть у нас еще одна Вот такая табличка, смотрите 500 пройденных единиц, 1000, 2500 5000, 10 тысяч Посмотрите крайнюю строку 10 тысяч, извините, ребятки Что кашли, просто уже час Сижу, даже 65 минут Сижу, просто разговариваю сам с собой Для того, чтобы вам было более понятно Постоянно перезаписываю, какие-то не нравятся мне моменты И прочая тема Но это для вас, в принципе, чтобы вам было более понятно Смотрите, 10 тысяч пройденных единиц 800, 1200 и 1600 урона Что это говорит? Смотрите, урон на 100 единиц Перемещение по прошлой табличке У нас был 8, 12, 16 на ласт уровне И получается у нас на ласт уровне У нас получается такая тема Потому что 1600 урона мы можем за 10 тысяч Пройденной дистанции нанести То есть 10 тысяч пройденной дистанции Это на самом деле Ну вот, допустим, если Ну, получается у нас сколько? Тут 500 тысяч Сколько? 2 тысячи, да? 10 тысяч Подожди, 10 тысяч это не сильно много? Пройденных единиц Ну, это получается где-то примерно вот досюда, да? Вот десятка Это плюс-минус Ну, короче, это все, в принципе, для шторма реально И это все и так понятно Короче, запомните главное По табличке, в принципе, можно понять количество урона Которое вы нанесете То есть, допустим, давайте, ну, окей Отойдем сюда И полетим вот сюда Ну, примерно тут 6000 расстояние Смотрите Окей 400 хп осталось у нас просто у кентавра В которого я просто влетел И так у меня 1000 маны И я помню в игре просто спокойно Вот отсюда спокойно долетаешь досюда То есть тут 1015, наверное, расстояние И разносишь чуть ли не ваншотаешь оппонентов То есть, эта тема вся реальная И, в принципе, опираясь на эту табличку Можно понимать, сколько урона можно наносить Но, я думаю, немногие досюда до этих моментов доходят На гайдах и скипают, в принципе, это все не особо интересно Главное понимать, что чем дольше пролетели Тем больше урона нанесли Вот такая вот у нас тема Далее, что у нас по табличке написано Было по прошлой Смотрите Требует маны 30 плюс 8 от общего запаса Это первая стадия Вторая стадия у нас будет тратить 12 плюс 0,7 от общего запаса Ребятки Важно понимать этот момент о начальной стадии Что маны у вас потребуются для активирования ультимейта Впервые очень-очень много Ну и, конечно же, перезарядка 0 ультимейт Вы можете юзать постоянно Пока у вас не кончится мана Поэтому в приоритете, конечно же, собирать бладстоун на данного героя Если игра у вас сильно плохая И бладстоун вам не особо что-либо даст Потому что бладстоун ценится тем, что Вы должны накапливать заряды Тем самым увеличивая маны реген для своего героя И, конечно же, если у вас плохой маны реген То, соответственно, шторма Конечно же, профита особо не будет, ребят Так что вот такая вот тема Нельзя развеять эту тему на шторме И, конечно же, шторм в БКБшных юнитах Не сможет нанести урон Он просто пролетит, конечно же И все Эта способность у нас наносит магический урон В общем, ребятки Как-то так Поэтому героя гонимов у нас тут нету Соответственно, в принципе, по теории Все Данный персонаж очень сильный Это, конечно же, у нас Кор Это у нас двойка Кор От которого все играют Напоминаю, что такое Кор Кор это, конечно же, персонаж От которого все будут играть То есть мы можем быть жестким инициатором Который просто влетает И начинает просто жестко уничтожать Ну и, в принципе, ребятки Думаю, самое время у нас перейти Уже, конечно же, к практике Сегодня у нас хорошие каточки на шторме Прошу вас поставить лайк Потому что на гайде на инвокера Я посмотрел, сколько вы лайков поставили Такое вы, пацаны, замутили Что прям радуюсь Что не зря провел эти 25, где-то 27 часов Тупо вот так вот сидя у компа Если я сейчас уже сижу 70 минут Рассказываю о шторме Плюс еще монтирую То, исходя из этих моментов Я думаю, вы знаете, сколько я потратил времени В гайде на инвоках Ну и, в принципе, это вся тема такая, ребятки Пожелаю всем приятного просмотра Спасибо, что смотрите меня Смотрите Xenazos Пожелаю всем приятного, интересного просмотра Конечно же, поставьте лайк Ну и все, начинаем Поехали к жесткой практике, ребятки Поехали Так, ребята, загружается у нас катка Что ж, сейчас вам расскажу Что шторм, почему шторм, куда шторм И зачем шторм Конечно же, идем мы центральную, ребятки Сразу же накидываем на лицо косточки И погнали Как вы видели Как вы обратили внимание Да, у нас уже ночь Соответственно, сижу под подсветочкой Красиво играю И хорошо все Так, шторм Шторм это центральная линия строго Почему, спросите вы Потому что Шторму нужен фарм Шторму нужны артефакты Нужен левел Это фарма Зависимый персонаж Потому что Без левела и без артефактов Этот герой просто крип Вам как минимум Нужен бладстоун И далее Чтобы работать Остальные кнопочки Что ж, куда мы идем На центральную Как вы поняли Далее Какой момент у нас есть еще Если шторма У нас Контрит хиксами Сайленсами И прочей всякой темой То шторм Не Ничего не делает О, блин, опять спалили Крисы Если шторма у нас душит То, соответственно Шторм ничего не делает Если там будет Нейрубян Ассасин Войд будет Куполы Купола постоянно ставятся Шторм и ГГ Смотрите Сайленсера взяли Это значит Что нужно будет Собрать юл По-любому Для того Чтобы снимать Глобалку Как минимум Это как минимум Так что Вот такая тема Далее Смотрите Что нам нужно делать Нужно еще Опасаться Таких персонажей Которые будут Нас Рутить Потому что Шторму Как правило Не собирают Такие артефакты Которые снимают Руты Ну допустим Если там Дерево будет Против вас То у вас же Не будет манты Чтобы снять Руты Ну и соответственно Вот такой вот Такой вот момент Далее Чего боится Шторм очень сильно Допустим Вот Шеклы Третий спелл У нас У шамана Будет очень страшно Хиксы И прочее Всякое И Сайленс Очень страшно Насчет Сайленс Ну и Антимаг Антимаг Конечно же Тоже Очень жесткий Контерпик Почему Спросите вы Шторм Такой персонаж Который Постоянно Находится В движении И у него Вечно Нету маны Для Антимага Это просто Взрывная Просто Какая такая Тупо Раздревная Бомба Чисто Вы залетаете В драку У вас маны Нету Антимаг Подходит И все И вас нету Поэтому Жесткие Это контрпики Конечно же А так В принципе Шторм Очень сильный Герой И может Тащить Катку Очень даже Хорошо На этой карте Шторм Менее актуальный Чем на 83 Потому что 85 карта Она Большая Соответственно Для того Чтобы пролететь Шторм Допустим От тавра До тавра То нужно Затратить Маны Чуть Чуть больше Ну именно Вот такие Вот у нас Тут моментики Исходя Из пика Оппонентов Я вижу Уже Такие Артефакты Бладстоун Тревел Арчит Линка Ну а дальше Уже по ситуации Хиксы Какие нибудь И еще Какой нибудь Ласт слот Ох Еще взяли Хаоса Вот Кого-кого А хаоса Вот вообще Не ожидал Здесь увидеть Хаос Очень тяжелый Герой Посмотрим В целом Что у нас тут Будет происходить Ребятки Но у них Пик конечно Покруче Оппонентов Сейчас попробуем Что-то сделать Я так думаю У меня на миду Будет весело Еще и кстати Сайленсер Если на миду Будет Но сайленсеру Мид я по идее Должен проиграть Потому что у меня Герой Намного слабее Чем сайленсер В миду Ну а так В целом Должно все Получиться Что на первом Левеле брать Конечно же Берем ремнанта Вардик Мне запулили Хорошо Возьмем Нулик И хилочку Все Погнали В центральную В центральную Погнали Ребятки И идем Теперь Можно разобрать Еще некоторые моменты Касаемо Пика оппонентов Стопроцентно Нужна будет Линка Каким артефактом Я честно Не знаю Ребятки Сейчас собираться Будем Первый билд У нас будет Это дефолтный Билд на шторма Это у нас будет Конечно же Вообще Самый дефолтный Билд на шторма Это типа Арчит Платстоун Тревел И далее уже Что хотите Там идет у вас Шива Может быть Может еще что-то Хекс И конечно же Какой-нибудь Ласт слот Лютый Вот например Я сегодня играл На стриме на шторме Я собрал Бурапиру Ласт слотом Потому что у нас Не хватило урона Не хватало урона И соответственно Эту катку Так и выиграли Очень часто Собирают ему Бкб Шторму Потому что Бывают очень сильные Неприятные кнопки В драках Которые Не дают Не дают Шторму летать Конечно же И неприятно Бкб О-о-о Фарм Заблаз хитим Оп Ой, одна секунда А я умер, да? А как это? Нормально Взяли монету И взяли ФБ Пойдет Но на шторме Кстати вообще умирать Можно так, что не умирать Вообще в целом Гнали Мидбара побежал А, так там Бар уже побежал, да? Бар уже побежал Побежал Но я тут буду Плюс XP По дефолту, ребят Переластхичиваем Стараемся максимально Переластхитить Давайте разменяем Хитпоинты Подходим в наглую И вычимся с ним Промах Кстати, если б не промах Он бы умер Держите в курсе Нормально Разменяли ХП Не бойтесь Никогда на шторме Разменяться хитпоинтами Подходить в упор И постараться Ремнантом Под задушительным Вон Сайленсер Отошел У него нету Ничего И кстати Он там что С тангусами, да? Нету даже хила, да? Нету хила По поводу раскачек Если вы Собираетесь Жестко душить оппонента То я всегда качаю 1-3 Потому что Данные Данные спеллы Позволят вам В случае Провала на миду Уйти в лес И конечно же Выфармливать намного лучше Первый артефакт Который мы берем Это ботл Далее Просто колотим мид Переагр Оп Хорош Нужно будет следить По карте лучше Потому что там Бара Бара будет Очень серьезной Проблемой Для моего персонажа Потому что Относы 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 Еще раз Относы И шторм не живет Подлик у нас есть Очень ранний ботл Хорошо Хорошо Можно будет задуть Быстренько Крепев Сейчас Можно Вот так вот делать И далее берем Опа Вот так вот Хорошо Трипл делаем Уходим в руду Пара пошел Да? А нет Я раскачиваю 1-3 Будем раскачивать 1-3 Далее сапог Нам нужен будет И скорее всего Возьмем стик Еще дополнительным Сайленсер В принципе Он сейчас Немного будет Напряжен Этой каточкой Потому что У него в любом случае Уже Минус Эксп У него Экспириенс Чуть поменьше Чем мой Потому что У него сейчас Третий левел Давайте подстакнем Одной иллюзии То есть Одну иллюзию Сливать не будем Отзонил я его Иллюзии Сайленсера Можно жестче Агрессивнее Даже подигрывать Я немного Пассивничаю Но тоже Не очень сильно Хочется размениваться Потому что Я всегда Плохие тайминги Держу На Вообще На любом герое Потому что Как только я Начну нападать Я сразу же Умру Сто процентов От Нападения Какого-нибудь Баратрума Это конечно же Не очень Так сапог Снизу принесем Отлично Сейчас Куру Куру сюда Давайте Вот там Вивер Тараканович Убивает Пайдабл Килы Смотри Что делает Берем Сапог Тп Сапог Тп Плохо Что Вивер Там Убивает Конечно Но будет Интересней О Классические Лагер Классические Лагер Промах Промах А и не удивлен В принципе Давайте еще раз Попробуем Ладно Ладно Ничего страшного Попадем В следующей жизни Да что это такое Серьезно Вы видели Сколько промахов Было Еще и животное Бежит Что я говорил Про свои тайминги Я думаю Вы сейчас Зарофлите В принципе Не знаю Ладно Фармим до 6 левела Тпшка у нас есть Берем мангусик С помощью мангуса Мы сможем Камбэкнуть Минт на 6 уровне Все ребят Работаем Просто работаем Базару нету Как скажете Товарищ Перечить я вам Не буду Хорошо Как вы скажете Как вам Нужно Как вам Требуется Так и будет Так сказать Успехов Что же за промахи То такие Читерские Там сало 400 хп Вот сейчас 6 апается И сразу Надо нападать Маны У меня хватит Чтобы его задушить Маны Хватит Хорошо Так Куда сало Там Отошел Глобалку дает Ну по идее Успеваю Нет Не успел Немножко Ну Глобалку он отдал Да Бара сейчас побежит Наверное Уже наверное Бежит На топе Бары нету А низу Бары тоже нету Ну конечно Ну конечно Но Бара Помогает Сайленсеру В миду Очень тяжелый Мид получается Слишком тяжелый Я не рассчитывал На такой мид Он стоял Вначале Очень плохо Потом пришел Бара Миссы И все Типа Ну Катка Слита По сути То есть Вот такой вот Смысл Ничего Не опускаем Руки Работаем Все получится Нужно просто Перетерпеть Забрать руны Что-то Подгангать Может Шестой Левел Я обычно Стою на шторме До максимального Левела На миду 80 Ну сало Если сейчас Хорошая руна Выпадает Я переберу Инициативу Нет Не выпадает Ладно Восстанавливаем Выкладываю Артефакт Очень плохо Как я говорил Тайминги Да Тайминги Не для нападения Самые лучшие Тайминги Только у меня Убил бы Вряд ли убил бы Все Короче Тупо фармим Я понял Тейт контора пошла Тейт контора Очень плохо Все То Бара То Вивер Вивер Пришел просто Ну я вовремя Нападаю Все Погнали Просто фармим Берем Сол Ресипи Погнали Быстро мид толкаем Уходим в лес Если такая игра Сразу нужно все бросать И идти в лес С помощью леса Будем камбэкать По другому Никак не получится Ребят Это гг Это гг С таким мидом Конечно Когда такой хейт Третий беру Дальше Можно будет После восьмого Взять В раскачку Второй На двойку На тройку Все Погнали в лес Я тут не буду стоять У меня тут нет смысла Стоять абсолютно Давайте возьмем Стик Если что С ребятами На тпшке Будем играть По другому Никак Вообще Вообще Никак Подходим В упор Ударяем Отходим Даем Отходим Еще раз Сейчас даем Отходим Хорошо Зафармили Отлично Хорошо Почти есть Сол Сайленсер На топе Гангает Сайленсер На топе Гангает Возьмем Сейчас руну Желательно Тут делать Юл Перстом Иначе Я буду Постоянно Умирать За Сайленс И это Очень плохо Просто Делать Будуса Сайленс Животное Побежало На меня Да Животное Уже Бежит На меня Иконка Заморгала Герой Заморгал Парень Бежит На меня Против Вивера Надо Конечно Качать Второй Когда Вивер Тем более Еще и на Доминациях Это Вообще Овер Плохо Размакшим Второй Восьмой Девятый Десятый Левел Втрой Должны Взять Второй Тогда У нас Все Будет Огонек Заберем Если Только Не промах От Миллион Пойдет Подсобил Мне Мой Союзник Собираем Сол Сразу Хорошо Молодец Так Ну Нету Маны На ТП Чтобы Напасть Быстренько Задуваем Крипов Тут И уходим Ооо Крипули А че Вы тут Делаете Что За Бред Ну Да Ладно Оо Животное И Животному Побежало Запармливаем Отходим Кидаем Опять Подходим Сейчас Быстренько Опять Толкаем И Опять Влез Соло ТП Сделан Сглайвов Будет Конечно Больновато Отходим Нет Смысла Так Хопать Тут Животное Это Возможно Бежит Да Нет На базу Идем Я Очень Кстати Редко Делаю Ему Пт Не знаю Почему Но редко Делаю Пт Стараюсь Выходить Сразу Блат Бладстоун Но Как видите Тут Катка Не Очень Такая Бустовая Поэтому Будет Очень Тяжело Выйти Сразу Бладстоун Возможно Придется Делать Юлы Как-то Стартово Пытаться Нагнетать Оппонентов Потому Что Ну Такой 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 Себе Старт Животное Побежало Да Давайте Поможем Ребятам Сюда Прилетим Дай бог Хаоса Заберем Давайте Вот так Сделаем Я понял Я понял И отходим Одного Крипа Забрали Раскачем Второй Животничь Под Тяжкой Хочет Погулять До Свидания Хорошо Куда Их Там Четыре Четыре Идем В лес Их Четыре Там Так Сюда Нет Погнали Мид Лучше Мид Лучше Мид Уйти Поли Щит Там Вивер Держит На Траксе Внизу Поднафармил Немножко Парень Пришел Меня еще Подзабрал Все По кайфу У него В целом Молодцы Но Сопротивляться Будем В любом Случае Не знаю Орчит Нет смысла Ловил Надо Линку Делать Тут Еул Теперь С артефактом Боже Я еще Ни одного Крипа Не могу Добить 41 Крип Миду Дай Тони Миду Нету Нету Крипов Ребята Не дает Баратрум Не дает Баратрум Ореген Самая лучшая руна Для нашего героя Первое что берем Визард Берем А по чуть-почуть Будем выфармливать Погнали Тем и хорош Ремнан Что Вы Раскачиваете Его И можете Спокойно Уходить В лес Раскачаете Ремнан Спокойно В лес Идете И фармите Еще Куда Инфа Неужели Меня Видно Было Жесть Ну Варды Варды Походу Стоят Да Парень Просто Сразу Пошел И Забрал Ладно Походу Варды Стоят Ну Смотри У нас Вардов Нету Вардов Нету Ой Печально Да Ребят Вообще Нигде Не дают Фармить Вообще Нигде Фармить Не дают Ну Скорее Сего Варды Стоят Не иначе Да Ладно Еще Уйдет Да Еще Уйдет Еще Уйдет Не знаю Нет Смысла Даже Что Либо Ложить Ларить И Продать ТП Нету Вообще Очень Плохая Игра Жесть Как Сосем Просто Что Сделать Что Тут Предлагаете Делать Пацаны Не знаю Я пошел Без мамы Фармить В лес Аппонентов Но Типа Вард Там Стоял У нас Не стоит Варда Овощей Лаги Под душу Давай 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 Шторм Работаем Катку Общать Нельзя Не знаю Я столько Фарма Себя Обосрал На самом деле Фарма Я себе Сам Обсирает То есть Я пошел В лес Аппонентов Типа Ну Рассчитывай Что Нету Вардов Как И у Нас Там Варды Есть Но Сало Мне Не дает На Меду Стоять Фармить Вообще Ну Без Шанс О Животное Бежит Ну Животное Просто Ван Вэм Меня Я понял Животное Просто Ван Вэм Меня Бежит Так Ладно В лесочек Отходим Раскачиваем Второй Стакнем Ну Не знаю С обоссанным Мидом Я стою Сейчас 4-4 Хай Левел На карте На своей На своей Стороне Ну Мини Камбэки Есть Но Типа Это Такое Собие Хорошо Стакнули Кстати Солринг Триггерит Всех Юнитов Они Просыпаются Сразу Ж А Варник Стоит Там Близ Так Есть Хорошо Почти Есть Иул В целом В принципе Мы можем Его даже Дофармить Да Нет Не можем У нас Остается Воид Стоун Да Еще И голем О Найс Не голем Сейчас Эту Пачку Дофарми Вообще Желательно 11 Сделать И пойти Пороумить С ультимейтом Второго Левела Отлично Отлично Все Есть Давайте Тпшечка Есть Сейчас И пойдем Кого-нибудь Задушим Камбэк 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 Лучше Иногда Можете Заряжать Ремнант На базе То есть Как бы Ну Халявная Тычка Но Нужна ли Она вам То есть Тут Как бы Смысл Такой Хорош Далее Оп Почти Почти Далее Вивер Сакрад Купил Ну В принципе Это Хорошо Но У меня Нету Фарма Никакого Фарма Никакого Нету Это Очень Плохо То есть Сейчас Бы Круто Было Если бы У меня Был Какой Нить Бладстон На 14 Но Такая Катка Будет В любом Случае Более Успешная Сейчас Бодная Катка Идет Бодная Катка Тем Что Приходится Собирать То Что Нужно А Не То Что Нужно То Сейчас Приоритете Конечно Же Ю Хотя Бо Что То Стартовое Что По-другому Никак Да Господи Что За Тудо С Лагами Еще Закатка Серьезно Глобалку Жмет Пацан Опа Газанул Опа Газанул Парень Ну Дает 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 Много Золота Косарик Еще Сверху В принципе В принципе Неплохо Спасибо Есть Иульчик Давайте Нулик Талисманович В помойку Иул Берем Хорошо Поехали К ребятам Давай Давай Товарищи Я Продамажил Можно Иул Нажать Ой Лу Ну Серьезно ПЗ Зачем Я Так Лечу Туда Ребята Заберут В размен Меня Но Это Совсем Не то Ребят Согласитесь Согласитесь Вообще Не то 1200 Давайте Возьмем ПТ Я очень Редко Играю Через ПТ Но тут Видимо Нужно Сыграть Через ПТ Потому что Старт Очень Слабый Старт Очень Слабый Старт Очень Слабый Очень Слабый Старт Фит Фит Убийство Фит Убийство Я тут Думаю Даже Дальф Арчить Надо Собирать Потому что Вивер Уходит Врадиенс И если Мы сейчас Соберем Арчить То я думаю Мы сможем Его как-то Перекрывать Но мы Сейчас По-любому Не соберем Арчить То есть Как бы Вы ни Старались Вы ранее Арчить Так в игре Не сделаете Ранее Арчить Это 12 Минута Но никак Не 25 И выше Согласитесь Что это Бред Так Фарм Пошел Отлично Собрал Яул Но мне Не помогает Это Выживать Как видите Ну Раку Ничего Не поможет Знаете Так Так Второй Макс Раскачали Ага Вивер Но нету Кнопа А Иллюзия На топе Животное Хорошо Если мне дадут В принципе Выформить Бладстон Вообще Кайф Будет Плюс Монокул Плюс Регены Бладстон Нужно Собирать В ранней Стадии Игры То есть На самом Начале Иначе Нет смысла От него В целом Так На миду Да Значит Пацаны Лго Плюс Еще Лго Плюс Один Я бы Залетел Туда Мы Начнем Бладстол Наверное Делать Сейчас Иначе Иначе Хорошо Ремна Наберу Хорошо На топе Фарм 1200 Золото Есть Это Пойнт Бустер Можно Куру Магаз Послать Засейвиться Оуу Щит Давайте Вот так Сделаем Животное Думаю Похороним Тут Вард Сто процентно Будем Убивать Силенсера Или Нет Ладно Гоум Зафармим Просто Хорошо Давайте Сюда Не знаю Сделал Птх Птх Какое На самом деле Гоу Стики В помойку Хорошо Что профит Не будет Стики Или Пойнт Бустер Я считаю Что Пойнт Бустер Немного Получше Будет Чуть Чуть Совсем Аус Диффузил Собрал Вивер Радик Варды Пармим Пармим Вивер Радик Варды Силь На низу Орчит Блин Было бы Круто Но Надо Все равно Бустер Делать Лейтгейми Затащим Думаю Хорошая Катка Будет Бара На меня По-моему Побежал О Как Хорошо Вижем Есть Можно Поесть Вообще Первый Го Агент Барт Снять Надо Барт Надо Снять Сало Свисало Хорош Серьезно Я еще и стол Нажал Рили Я еще и Сол Типа Прожал Типа Это не Серьезно Здесь Че за души Лавка Тошни Лавка Они просто Бустятся И все Так Но есть Еще Виталити Бустер Его Закупим Виталити Бустер Пара Очень сильно Много грязи Сделает Закурой Побежал Алло Откуда У него Инфа Что Там Кура Летит Или Тому Подобное Шилвард Стей Не поверю Поверю Что Хорошо Там Ребята Вниз Пошли Да Как Хорошо Что Есть Еу Давайте Бустер Просто Дофармим Сейчас Его В принципе Недолго Тут Фармить Остается У нас Самый Легкий Ингредиент Плюс У меня Еще Стик Там Есть Продажу Стик Продажу Есть Стик Продажу Есть Хорошо Опа Глобалите Хорошо Отлично Голкуру В магаз Это Дропаем Это В магаз Хорошо Солбустер Есть Ребят Тяжелый Фарм Но Тем не менее Мы Выфармливаем Выфармливаем Уже В принципе До Бладстона Остается 800 Копеечек Правильно Правильно Соул Есть Есть Все Есть Правда 23 Минутка Но Ребятки Вариант Другого Не И 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 Ребят Попробуем Подраться Что-то Забрать Вот Так Сделаем На Куману Хорошо Забрали Хорош Вот Вам И Хорош И Камбудский На Штормах Вардик Стоит Пофиг Кому На Боту Добьют Ребята Есть У нас Бладик Теперь Копеечка Остается Хорошо Бладстон Себе Приносим Далее Что Нам Нужно Сделать Переобузим Бладстон Берем Вот так Вот Делаем Раз Два Обузим Оп У нас Халявная Мана Появляется Можем Еще Залететь В лесочек Сейчас Как раз 16 Левел Будет 16 Левел Будет И Будет По кайфу Далее Идем Сюда Подфармливаем Но Сейчас Скорее Всего Либо Начнем Арчит Делать Для Того Чтобы Жестко Фокусить У Вивера Ведь Нету Никакого Подсейва Либо Начнем Делать Что-то Типа Линки Для того Чтобы избавиться От баратрума Но Посмотрим Блин Жесть Катка То Лагает То Фидим Непонятная Игра На самом Деле Так Хорошо На топе У нас Парниша Но Очень Сильно Мы На самом Деле Камбэк Нули Я Считаю Это Хороший Камбэк По Артефактам Очень Хорошо Камбэк Хаус Иллюзии Да Иллюзии Ага Животное Животное Там Да И один Наверное Будет Вивера Позовет С собой 16 Левел Баб Для Скорости И Дамаги Более Лучший Вивер Идет Это Так Сделаем Ага Поднимается На хг Понимает Что Син Пришел Еще Ну Кхз Давайте Пофармим Так 16 Левел Надо Мне Главное Сейчас Не умирать Когда Вы берете Бладстол Вам Нельзя Вообще Умирать В целом Ребят Вот Берите По-чуть Собирайте Бладики Это Будет Ваш Камбэк Я Вам Отвечаю То есть По-чуть Бладстолны Собирайте И как По-чуть По-чуть Будете Выигрывать Давайте Возьмем Боидстоун Еще Боидстоун Бивер Делает Линку Хорошо Можно Куру Зачем Реюзать А можно Куру Еще Раз Зачем Реюзать Все Права Дали Мы Вместе Вот Статики Травла Мы можем Тут Спокойно Драться Статику Травла Заряжаешь Катку Выигрываешь На самом деле 16 левел У меня На карте В принципе Такой же Как у Вивера Пойдет Тяжелый Старт Легкий Конец Ребят Как-никак Все вы знаете Такую фразу Хорош Так Животного Я не вижу Сайленсера Это Иллюзия Идет Лотар Русала Давайте Возьмем Дасты Дасты Вместо Тп Надо Будет Брать Животное Бежит Вы Прикиньте Я Чуть Не Суициднулся Уходим Забыл Переставить Серьезно Ой Хорош Но Это Трал Это Трал Просто Кнопки Трала Я Тупо Бладстоуны Собрал Тупо Бладстоуны Собрал Но Я Отлетел Сразу Там Глобалки Потому Что Я Чисто Корм Чисто Корм 700 Маны Есть Можно Поесть Что Нам Нужно Дефиться Что То Делать Идем Наниз Нормально Бладстоуны Собираем Уже 10 Есть Жестко От команды Играем В принципе В команде Все получится 17 Левел На кармане Яша Мне кажется Мы его не задушим Он слишком Плотный Слишком Плотный Меня он По-моему За стан Тупо Убивает Хаус Насколько Я думаю Насколько Я знаю Так Хорошо 10 Бладиков Имеем Практикуем Отлично Чем Там И с Тралом Похоже Тоже Молнией Бьет Парень Так Го Б А Собственно Зачем Мы брали Водь Сто Ребят Для Линки Точняк Линка Нам Нужна Будет Я думаю Ладно Забрали Вот Этого Заберем Я думаю Пойти Жесть А что Замедло А С Второго Собью 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 Сюда Сюда Нормально В принципе Подрались Нам Я говорю Главная Задача Не умирать Ребятки Запомните Главное Не умирать Пока У вас Есть Все кнопки Вам Нельзя Умирать Шторм Шторм Тут Не потянет У нас Ксина Нашего Где Легич Настоящий Это Иллюзия Полово Нет А Иллюзия Здесь Дел Иллюзия Фармить Надо Польше Почти Есть Линка Почти Есть Линка Там В драке Прилетать Просто Забирать По Владику По Одному Очень Тяжелая Игра Тем Что Вначале Очень Жестко Задушили Вот Он Настоящий Шишир Настоящий Шишир Так Животного Нету Нигде Фармкатка Получается Просто Потому Что Все Фармят На Этой Карте И Немножко Недому Вов Нам Вернее Мы Хотим Наверное Муваться Я Хочу Наверное Муваться Но Вряд ли Тут У нас Что Получится По Мувам На Данной Стадии Игры Фармим Пока Что Тупо Фармим Тупо Фармим Хорошо Почти Есть Линка Животничная Атака У него Почти Тараска А Шторми Конечно Фармить Одно Удовольствие Просто Подходите К Кемпу Или Крипам И Задушиваете Так Инвизибилити Отличная Руна Сало Там Есть Кнопочки Но Я Даст И Выкину Страшно Если Я Буду Нападать Без Линки То Без Линки У меня Мало Что Получится Бара Сразу Прибежит Если Я Даже Не Убью Каким То Способом И Получится Забрать Быстро То Соответственно Бара Прибежит Заберет Меня Поэтому Я Рисковать Не Буду ГГ Зацеплено Хорошо Линку Сбили Там Пацан Накадом Сбил Не Стал Я Иго Туда Заряжать А Че Топ Не Пойдем По Моему Самое Время Топ Пойти Гоу Ребятки По Топу Сейчас Как раз Кура Долетит Забираем Крипок Хорошо Бф Бф Есть Уже Есть Бф Бф Багла Балка Балка Сейчас Колечко Животничество А Я Видел 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 Что Животное Стоит Мне Надо Закупиться Закупаемся Хорошо Поехала Ладно Он Афк Вот Типа Такое Бласт Он Заберу И Я Его Убивать Не Буду Такое Ладно Линка Есть Животное Вот Там Почему-то Афк Ушло Непонятно Чем Проблема Что У него Случилось Хотел Убить Меня Понимаем Что Там Нанизу Эмбер Лего У нас Лес Колотит В принципе Я могу Спокойно Стоять Теперь И заниматься Своими Делами У меня Есть Линка Мне Никто Не Удел Пивер Даже В принципе Не Проблема Отлетаем Просто И все 13 Блатстоунов Нам Хватит Чтобы Куда-то Перемещаться Она Будет Всегда Яша Будет Манту Делать Наверное Манту Делать Будет Хорошо Гоу Сюда Легича Там Надо Помочь Я боюсь Что Буду Подходить Он Будет Клэп Нет Нормально Пойдет Мана Регенит Все Отлично Хорошо 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 Пацана Засуицидил Парень На тралле Так Хорошо Золотишко Пошла Ребятки Комбэкнули Комбэкнули 35 Минута Есть В принципе Все основные Артефакты Есть Оега Оега Сало 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 Вивер на топе Будет Наверное Нападать Или Не будет Мы В принципе Эту катку Уже Выиграли Вивер Один Там Ничего Не Сделает Животнич Пришел Да Странно Почему Там А пока Был Так Две Сто Есть Я бы Вообще Арчит Сделал Очень Хочется Арчит Сделать Потому Что Там Панда Огненная Ксинчик Ксинчик Будет Напрягать Очень Сильно Поэтому Надо Наверное Сделать Арчит И там Еще Кстати Этот Хаос Катка Еще Не Закончена Боттл В Помойку Или Лучше Хекс Да Лучше Арчит Сделать У нас Тракса Есть Я Под Аурой Смогу Очень Много Вносить Кстати Пашка Поможем Пацану Это Мой Крибочек Пофармили Чуть Давай Душите Обрат Опа Успеваем Хорошо Вперед Летим Хорошо Отлично Я выжил Как хорошо Что я не повернулся Спиной Нормально Давайте Сделаем Знаете Что Сейчас Разберем ПТХ Разберем ПТХ Продадим Вот это Что Дему Берем Вот так Берем Вот так Вот Берем Хилку Все Я готов Кого Вижу Лечу Убиваю Арчит Некстом Ребятки В любом Случае Оега Есть Все Есть Пойдет Сала Мы наказали Сайленсер Потерял Свою актуальность Своего героя Ребят На автовернах Ксин На топе Шишер Фармит Гем Забрал Хорошо Шишер Фармит Ну нам Дофармить Тоже надо Я так думаю Дофармить Тоже надо В принципе Хорошо Оегис Мы не потратили Это Отлично Можно летать И подфармить Главное Бладстоуны Копятся 15 зарядов Ребятки Имеем Кибер Фармит Ага Монетка Монетка По-любому Забираем Так Квартестав Просят Некоторые Не поздно Лид для Арчи Да нет На самом деле Не поздно Потому что Арчит В принципе Нам будет Помогать Там Сало Тоже Делает Арчит Но Это Все Фигня Хорошо Опа 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 Что там у нас Партефактам Есть почти Арчит Да Хорошо Такая Семя Керри Катка Получается 38 Минута Мы еще Не фуловые Но Это Из-за Того Что Плохой Старт Был Ребят К сожалению Тут ничего Не сделать Против Бары Очень Тяжело Было Так Есть у Нас Почти Арчит Все Дофармливаем Копеечки Остаются Очень Быстро Пошел Фарм Просто Нереально Быстро Хорошо Ну Наверное Животное Ага Вот она Линка Прилетела Так Ну Давайте Возьмем Сходим За Арчит Сбегаем Или Дождемся Куры Будет У нас Арчит В принципе Шторм Должен Сейчас Вивера Натягивать Я должен Успевать Водушить Одна минута Аегисонс 39 16 Заканчивается Аег Сейчас Барчит Мне 39 16 Надо Запомнить Хорошо 39 40 16 Получит 40 16 Аег 40 16 Аег 40 16 Хорошо Нужно Нападение Срочно Кое-нибудь Или на что На ксина Лететь Максим Слинкой Тоже 40 16 Но не успеваю Да Наверное Не успеваем Разоюзнуть Аег К сожалению 16 Секунд Не успеваем 15 14 13 7 Секунд Но все Аегис Просран Можно Во время Разгона Поймать Его Вторым Это я знаю Я фишки Азеса Просто смотрел Если что Так Мана у нас Фуловая Под Аегой Восполнили Все ману Так На топе У нас Шишер Давайте Полетим На топ Кидаем Через Шип Еул Эх Кто летит Но я все равно Повис Типа Как бы Не суть Что-то Не знаю Такое А можно Отлагать Пожалуйста Мне Мувы Надо Делать Спасибо Шторм Смотрите Сам Бежит Я ничего Не могу Нажать Линки Не было Серьезно Выжил Осуждаем Осуждаю Надо было Потянуть Ну Второй Дал Для Раздамага С третьего Следующий Раз Тянуть Будем Не думал Что там Линка Есть Так Сало На Меду С кнопками Хорошо Точно Хаоса Там Задушили Но У меня Мало Маны Я могу Полететь Глимс Есть Мог бы Глимс Сануть Но я Забрал Сайленсера 17 Блайдиков Имеем Ребят Какой Next Артефакт Спросите Вы Если честно Тут нужен Хекс Из-за Ксина Потому что Ксин Будет Очень Сильно Моросить Блин Мы полетели Не успел Но он застрял Да Застрял Хорошо Хорошо Отлично Отлично 18 Блайдиков Есть По чуть По чуть Фармим Ребят Как видите Ситуация Уже Более Чем Хороша Остается У нас Убивать Вивера Рейд Босс Так Сказать Получается Потому что Никто Больше Не убивает Никто Больше Не убивает Давайте К легион Немного Стянемся Нанизу Ксин Синолин Конечно Такой 2000 ХП Линка Очень Тяжело Будет Давайте Сюда Стянемся Попробуем Напасть На него Сейчас Попробуем Юл Сбить Главное Не попасть В его Фист Хорошо 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 Подтягиваем Отлично Просто Перфект Рассчитано Все Едва Едва Дамаги Хватило Едва Едва На базу Идем 19 Бладстоун Заслуженный Заслуженный 19 Бладстоун Сейчас Посмотрим Что нам Чего нам Не будет Хватать И это Доберем Если мы Сейчас бы Взяли Еще Хекс Да Вообще Бы Изи Забрали Да Согласитесь Вот так Вот Тпшка Это Фрифраг По сути Для нас Вот так Вот Делаем Хорошо Серьезно Нормально Зато Похейтили Похейтили Можно Сейчас Пойти Мистик Взять Стик Став А Зря Там Лего Лего Бкб Нажал Я считаю Вообще Не нужны Так Животнич Смопочку Дает И Юл Мы Тоже Будем Продавать Но Но Проблема В том Что Там Глобай Ленсер Глобай Ленсер Соответственно Будет Немного Тяжело Так Комбуд Снули Найс Пятером Надо От Минуса Хорошо Сина Мы Задушили Ага Животнич Куда Тономит Животнич С вивером Да Будет Я Помогу Конечно Глобай Ленс Глобай Ленс Я Полетел Сори Тут Не Помогу Тебе Там Животнич Дереваться Но Животнич Если Я Туда Побегу Скорее Сво Я Оттуда Не Убегу Там Сало Еще Будет Стрёмно Стрёмно Ребят Куда Так Не Варик Не Варик Мог Попробовать Залететь Вылететь Там Позор Ужок Парыч Стоял Влинку Кому-то Там Ультану Можно В спине Его Выцепить Кстати Хорошо Пойдет Ну Пойдет Вроде Че-то Сделали 22 22 Бланика Имеем Хорошо Опа Опа Хорошо Выходим Так сказать В лейт И почти Делаем Уже Какие-то Мувы На Вставочку Ребят Соответственно Это Очень Хорошо Сейчас Нам Хекс Прилетает Там Вивер Видели Лов Опа 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 Вивер Он не будет Знать Что у нас Менца Хекс Через Шифт Просто Все Нажимаем Вот так Переставляем Тык Тык Сейчас Быстренько И все Но он еще Тут Это иллюзии Остались Где-то В лес Пойдет Парень на Вивере В лес Пойдет Парень На Вивере Понимаю Запоганил Этот Жучок Паучок Потому что Под себя Нажимаешь Атаку Я привык Так Нападать И в него В домах Влил Можно Конечно Попробовать Знаете Какую Страту Я думаю Он пойдет На базу Думаю Пойдет На базу Давайте Попробуем Это Пашка Почти А он На топ Ушел Вообще На топ Вообще Ушел Я мог Так Попробовать Его Кстати Забрать Нормально Было Но Там Его Не Было Уже Уже Не Было Уже Не Было Так Хорошо Оега Поедешь Об Иммортал Так Хорошо У нас Есть Тэп Все Есть Все Есть Главное Подраться Четко Качественно Траву Назвела Ег Понимаю Вернее Не понимаю Жалко Безвижена Играем Безвижена Вообще Тяжело Играть Типа На шторме Безвижена Вообще Опасно Играть Хотя У нас В принципе Все Есть Давай Я возьму Я Жлатар А Я Даггер Он Вен Визе Все Время Бегал Так Ну что Будем Цеплять Кого Нить Все Зависит От моего Сейчас Врыва На самом деле Шишир Нанизу Шишир 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 А я Зря Ушел Да Верно ТП Ушел Тоже Сюда Попалка Маново Становится Сейчас Полетим Спасибо За подписку Как говорится Опа У-у-у-у-у-у But На вставочку О Подходим А тут надо На базу Вететь Ребят нету кнопок ай-яй-яй-яй почти на вставочку по на базам жесть едва 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 надо третий слот заменять на динамит но пойдет могло быть хуже согласитесь 28 8 бланов это серьезная тема чё по вардом кстати 4 опса по кд 3 опса по кд про на низ летим так вот сделаем этот раз то верно братан муравейкин просто верно хорошо вопрос что вас слотом юльчик конечно это все хорошо рапиру на дамаг 140 урона имеется на строк со в команде можно еще рапиру просто сделать с рапирой закончить катку так в принципе приблизительно сейчас нами кто куда выйдет за душем животное вон она как стою хорошо текст животничью дал там мало ли легион умрет и все так давайте возьмем шарт хорошо сразу его запаковали отлично продолжаем ребята помните какое начало были было я бегал 02 помада или уже 44 вот так вот я бегал а на данной стадии игры уже как вы видите какой камбэк насколько все хорошо правильно вы формили правильно вы формили сделали байда иллюзия иллюзия так там ксин я могу принципе напасть но будет ли это успешно будет ли это успешный врыв нет опасно ходим лобай лансов так мне линку сбили ходить надо животное бежит поднимем на ю ходим нет надо отходить тут ребят и варик тратц лего умер надо на расстояние влетать расстояние тараска на баре нам нужно от моего минуса играть от моего врыва хорошо так 2 700 золото есть ксена ой золото да золото ксена бы убить жалко не успеваю хорошо задушина с дэшкой хорошо душатся рапиру может попробуем место юла и вертам убивает то попробуем хг побить ребят нам принципе ничего по идее не уражает хг побьем немного животное на внизу лично если что есть и улыки кг-шку поломаем немножко он по пол и улетишь сегодня осуждаю что произошло почему-то у меня шторм вообще не хотел обитать так 4k есть конечно все хорошо но почти топ сломал им очень хорошо было бы вместо юла сделать рапиру чтобы дома что много если я получу глобалку это гигает конечно без там слишком много контроля блин пока башка еще пусть сделать было бы очень хорошо так 4k есть он шард бафа и генечка и генечка не рисунок варм есть на вивер наверно ставим регены по любому там животное на топ час побежит я думаю хорошо ну да животное на топе уже эх легич легич так шторма летим форма сина шторма нет походу на руне стоит чисто палюсь наверху надо варды ребят ну не знаю без леги наверно мы не затащим надо рапиру будет брать у меня есть принципе 32 блада это очень хорошо это дополнительные рез и дополнительные рез и делает рапиру эра перу а вы поняли раз к раз к это хорошо брал тоже у нас заряженный молниеносный так 5к есть 5к есть рапиру желательно сделать гублин чтобы поддушивать они сейчас по-любому ксин полетит а иллюзия там бери прокси отдаем проксатор заряжен сделаем чтобы видите что приход оппонента и у наверно в помойку сейчас ребят единственно сайленсора надо стараться ловить и держаться в стороне и у в помойку рапиру надо брать ребят сплевать быстрее животное побежала и вертам на виду вылазит нападаю а чушь через shift не нажал сахер слов осуждаю странно почему не нажался вот так вот животничьи убьем по идее по идее задушим хорошо я за глобалку сейчас очень сильно контриться буду это проблема это серьезная проблема 33 блатстоуна я после покупки блада так и до сих пор не умирал это очень хорошо так сим там имеет сим имеет кнопочки хорошо 2600 сайленсора я не вижу очень глупо играть против сайленсора без конечно же их либо ансайленсов хорошо глобалки не будет потолки не будем успеем слить успеваем ладно но я тут умру если останусь там хаос душегуб надо заряденец жаль статики нету проксана себя забайтит я прыгну хорошо отлично отжимать рожь погони за ксином хорошо ломаем центральную центральный коридор сало сразу за фокусе ли очень хорошо в браке получилось 30 секунд до сайленсора тина сейчас можно будет еще раз пить хорошо животнича туда же жесть ну рапира это то что нужно в этой катке забираем эту эту сторону крипа быстренько смываем но ребята такого камбэк у нас получился тяжелый мид как говорится тяжелый старт легкий конец я такое уже неоднократно говорил тяжелый старт легкий конец соответственно такую катку мы наблюдаем собрались дефолт конечно же не так и так катка проходила как я хотел но тем не менее имеем такой результат очень даже получилось под на игра много микро ошибок было макро ошибок принципе после того как я собрал блатстоун их нету тут может они есть но они незначительные не повлияли на исход бы хорошо все погнали на низ добиваем вот тут вот берем travel 2 час travel 2 покупаем себе личную куру щит забираем этого пацана с руки хорошо лобал понажал чипалаху дал сейчас вибер будет вылазить он будет торчит по идее это арчи да хорошо так курочку делаем себе вот софтревел про открыл собрались прикиньте так делаем вот так значит это разбираем а чё не разбираются серьезно лол тревела не разбирается надо лезть на вас осуждая получается так ну что нападение будет я не успел дать я еще живу я розовый теплый хорошо по брат возьмешь с собой покататься gg так син пришел щас будет с бф нарезать у меня ты еще 100 хп очень мало очень мало будет hex нажмем чё там разбирается гобы я куру хочу собрать хочу собрать почему-то не разбирается артефакт вот travel 2 и то что мне нужно было на собралось где моя работа надо отлично так вивер дефит улетает хорошо ура готова уже по дефолтному куру собрали то есть ну сам вы знаете как я юзаю куру радиенс и поехала опа все полетела полетели на всю ману агенция поехала на курочку сюда отлично так варды кстати мы всю игру без вардов и играли не знаю повлияло ли это на длительность катки наверно повлияло сюда куру вешаем все и готовимся к врыву я в принципе 42 блатстоуна имея мы можем умереть за зарезаться ой как хорошо я правда жесть как по хп просил но я за душу sky ground а вот это настоящий он фантазм нажал сейчас как меня чипалаха залетит вот сюда курочку выведем или нет ладно хорошо на крополях остаюсь и по идее линки у него нету моя завица я нажал ему вроде секс то есть база висы чуть не сдох даю промах с радиком промах с радика даю серодеянсом добью конечно будет ржомба хорошо сюда куру вводим что-то всю игру так лагает неприятно ребят это жесть конечно конечно жесть на вставочку жалко что ничего не было но вот эта лютая катка честно с этими лагами да вы посмотрите как так играть вообще погнали пешочком ребятам бегает всю игру лагала всю игру видел и все такие выиграли эту игру не знаю какие влаги неприятные так есть travel почти да хорошо фура есть там а залетим а чтоб тебя я задушу его хорошо из-за издевательства какое-то глядой тупо издевательство что так часто лагает ладно надо эту картку заканчивать ребятки целом у нас получается вот такая жесткая камбэкнутая катка ребятки и не знаю понравится она вам или нет очень тяжелый старт но тем не менее это первая игра это первая игра на шторме 64 минуты о ну я не знаю честно еще вот эти лаги честно подбешивают но ничего судить вам принципе надеюсь для вас будет понятно и в принципе вы поймете как вы фармливать в тяжелой такой ситуации когда вас загангали когда вас пара душил сайленсором и так тяжело стоять но в принципе я бы его в миду выиграл там парень не сильно агрессивный был но тем не менее судить вам принципе погнали некстовую карту сейчас соберемся немного по-другому хотя в принципе это дефолтный билд но вместо линки можно еще добавить арчит ну и конечно же сыграем еще керри катку погнали некстовую мид без обид ребятки идем и что ж у нас сегодня уже наступил второй день после той потной карточки конечно же и нужно немножко расслабиться но сейчас мы опять таки сыграем максимально дефолтную катку постараемся набить максимально много максимально много короче этих как их там латстоунов попробуем 50 где-то хотя бы поднабить не умирать посмотрим какая будет катка но и останется настолько керри катка в этой катке надеюсь тоже будет весело так нортрома взяли звук был бесперебойника что он короче построил о отлично пусть контр пикают и все будет нормально опа оливчик пришел короче кто-то за мной фу ловится и специально банит банит на excel как шторма видимо не знаю как-то просекли что гайд на шторман поэтому надо с фейков писать опа легионич но придется делать линку ребятки придется делать линку я заметил все равно как бы чё бы не не происходило приходится все равно делать постоянно те артефакты которые не хочется делать да почему-то вырубился бесперебойник там не знаю почему сейчас глянем подождите секунду очень странно очень странно очень странно очень странно вырубился бесперебойник но он сейчас пищит типа это интернет на бесперебойник очень странно почему он так так ну ладно легион это это конечно плохо это конечно плохо легион это плохо портрет к это еще хуже портрет к это еще хуже надо ладно разберемся чё тогда может керри билд бахнем может это керри билд бахнуть через мкб вкб мкб да пока бы это вообще фигина зайдет вкб бабочки мкб давайте сейчас посмотрим по фарму если что выйдем в керри вторая катка керри будет а третью мы дефолтную фановую отыграем как можно больше бладов сделаем сейчас вообще в целом сейчас нет смысла об этом разговаривать давайте как пойдет так пойдет в этой будем собираться там максимальный разряд чтобы там молнии летели легионов с рук убивали так на медулина будет стопроцентно у лины тяжело шторма выигрывать вообще в принципе что не выигрывает у лины никак не выигрывает в целом можно даже так выразиться никак никак не выигрывать выигрывать может только на шестом левеле спасибо за подписочку спасибо ребятам кто оффлайн подписывается смотря контент который есть на канале это самое самое главное смотрите контент осведомляйтесь не задаете вопросы вот так вот и это все по кайфу по кайфу так ир шейкером dying phantom assassin легион командир у нас как-то поскучнее мне кажется хоть найкс но найкс лесной что-то что-то мне подсказывает что у нас будет вивер чуть похоже чем тут вивер который был прошлой каточки вспомнить это увидел там трипл килл трипл килл душа там а этот вивер наверно там будет бегать мы на 506 такой потянет не пошло там не знаю ладно сейчас страшно разберемся главное что без перебойникам не обещал а то я без интернета осталось странно почему он видимо перепад какой-то перепад какой-то был электро электро перри так вот она почему я же пикнул шторм и электро перепад пошел и из-за этого ах ты криса из-за этого конечно же я снова то ночью пикнул шторм и интернет сразу а и вот почему еще лагало это это его проделки так ну надо будет стакать тут я за сын то с линой на меду особо не постучаю перри парлю за счет стаков можно переагрить спасибо 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 2x можно переагрить спасибо спасибо а где быстренько заберем отлично пойдем под стакой мы берем стики сразу вы слины качаем также 13 так же как я прошлый раз раскачивался это будет более чем достаточно я считаю нормалин далка что не добил печально что не довести кстати не дала слишком неужели слишком большое расстояние было шторме неудобно тычковать так оппонентов вообще не джейс как неудобно сейчас мы быстренько под парнем лина это и герой для новичков я всегда так считал и буду считать потому что этот герой он сам по себе очень ну вот что она делает сейчас просто на просто спамит первым и все то есть это вот такой вот герой тупо ты спамишь и выигрываешь и все тут это как на уровне тени знаете если пути не было безграничная мана он бы задушивал то есть это к чему не к тому что этом кого-то пытаюсь попустить кто играет на линии просто лина очень легкий герой я к этому моменту что очень легкий герой линии не буду кушать хорошо наше 100 будем пробовать ее убивать стан главное там закатить и все в инвизе я понял надо отойти я понял что ты в инвизе друг мой сердежный спасибо за подписочку потлик надо поливает его вот уже есть хорошо пока спамим смысла к ней подходить не вижу я стопроцентно не увернусь от стана и получу чипалаху причем нормальную а я этого делать не очень хочу главное стики а по им лина очень сильно пытается меня харасить возможно нервничает даже можно даже нервничает 7 стиков я его переиграю на шестом левеле очень сильно переиграем очень много стиков очень хорошо 3 возьмем еще . нужно твоим спасибо зомби за я пришла что ботов есть 150 хорошо отлично переволновались пацаны чуть-чуть отлично так хорошо у нас есть еще дополнительно об ним стик сразу лего подконтрил сапожок стопроцентно и вот так вот сделаем панга возьмем сейчас быстренько толкаем линию еще раз линана не сошла все отлично просто фрифармин при фармин а также опять таки я раскачиваю 13 стою долблю крипов все огонек отлично на седьмом левеле наверно пойдем на стаке восьмой седьмой левел нам нет смысла торопиться фармить эти стаки ребят фармите стаки тогда когда вы не можете стоять на миду вот тогда вам и нужно стоять выходить там в лес там напрягаться так на стиков у меня нет у меня есть один мангус почему я беру манга ребят если в первой катке я по моему их не брал во второй катке тут все и так понятно манга берешь или нафиг идешь так хорошо но тут стаки я думаю а вот она чё но за это лина будет наказана промах умер хорошо за это лина будет наказана за эти стаки так но забрал он нормально у меня в принципе зомби пропалил когда проходил да тем не менее линия это не на руку я очень много забрал я забрал ее и забрал мид фарм плацтон сразу выходим ребята я думаю тут успеваем так давайте 2 раскачивать 2 раскачивать налим так у нас 300 маны будет 500 маны мы можем выкануть принципе принципе сол рингом можно будет выкануть но сколько сколько и чпит 600 хп там ну стану дал хорошо хорошо отлично стан отдал гг можно нападать зафармливаем быстро причем надо быстро толкнуть и уйти в лес все вот тут мы можем сейчас пойти дофармить то что не дофармила лина на выходим в блатстоун ребят фарм очень хороший очень хороший фарм второй берем сейчас 2 раскачаем на десятом левеле у лины вообще шансов не будет принципе хорошо крыша с на низ руна выйдем плохо что вот эти големы тут резнулись големов не люблю фармить за них ничего не дают вообще принципе экспы мало дают золото мало смысла от этих крипов вообще не особо много так погнали сходим вижу отсюда быть монетка но монетка тоже хорошо в принципе лучше конечно самая лучшая руна для шторма это регенерация запомнить идет взобьем вот этого крипа погнали дальше к топу еще тут попутно попутно подфармим хоста давайте сделаем аркану сейчас эту замуж какая полетела аркану и через орган аркана потом разберем в любом случае плохо можно забрать его пожалуйста хорошо спасибо а я кстати могу умереть тут а нет могу еще пожить ламаны не особо у меня 250 маны зомбика еще по-любому будет по ногу хорошо он выбраться бьешь поможешь она там зомбаря разминает я там убью нету брат нет а что нужно в этой ситуации делать он был конечно правильнее сразу разбить так ну лин и я не вижу он и нет принципе я почти имею салбустер да принципе я его имею уже если я сейчас продам нулик попил салбустер кусок бустер хорошо он мне куда важнее с ребята повестил наверное будет поздно уже это тут запармим быстренько и салбустер хорошо так но есть почти отлично столбустер 10 минут это очень хорошо в принципе у меня и крипов нормально 50 так там ес ес это проблема ребят есть проблема тем что я буду постоянно в стане поэтому тут наш билд по-любому должен предусмотреть какой-то блэкинг бар там еще легион нужно этого тоже побаиваться так на ес а там руф я думал там найк сковыряется что там за наглость такая ровно на чпалах и домой я разогнался думал у меня безграничная мана пойдет мартретку забрали еще пачечка крипов не надо на базу идти это чревато легион сейчас возможно там выйдет задушит то есть мне сейчас опасно подставляться нету маны ничего нету все не видим просто отходим на базу мартретку забрали блатстоун подняли сейчас будем раскачанным вторым уже в троечку две секунды нам будет достаточно чтобы перехватить как-то кнопочки зомбези у нас там линочка вот линочку можно будет сходу сейчас пойти бладик забрать у нее есть тп-шечки да у нас все есть за ричалина там делает извращенка руф ее убьет мне кажется даже руф ее убьет а зомби все тп сделал зомби тп сделал там в лесу фармит новое время проигрываю вот лего че у тебя там даггер да хорошо вот сейчас бы мне на топе быть эх ну туда братец погнали со мной вот так делаем ладно я добью но я слишком много маны потерял сейчас не знаю не думал что у меня был вар ну дураков мысли схожи два варда подставили держи так я на руну владики фармим и хочется линку делать конечно против леги но и в легионском дуэли постоянно стоят тоже не хочется если там и второе они всегда в проемте стоят ну почти на вставочку ребят просто стою на месте и даю ремнанты хорошо главное блатстоуны копятся ска молодец ладики копятся так 1700 имеется здесь под фармим это не так это не так угрожая это не так но ничего не сидит но не сг airborne это не значит это не так вы знаете я не говорю я готовлю чтобы у меня не происходит тебе есть все мои дружие так nikes там и с вот они так ну ладно так нормально . много их там . много их там вот чел на линии сам сколько ошибается ребят по факту сами будете видеть геймплей лина сколько ошибается и сейчас ноет что у нее все плохо мид слит тупо потому что лина задавила под тэшку под тэшку мид ганги ему варды нужны поставь вард сам себе я сам себе варцы доставка в миду так у меня есть 2 700 они вместе всегда будут ходить это очень плохо знаю страшно все есть очень страшный умирать нельзя вообще ни при каких условиях лего ушел да хорошо парнем туда отличного тэшку так 3000 золота если честно я не знаю что собрать можно сделать дефолтный арчи можно сделать линку чтобы вообще не париться и полега не сможет меня перекрыть лего меня не сможет перекрыть его сделаем линку начнем с орбы с орбы начнем линку будем делать просто есть я буду нападать на легиона это просто дуэлька и все все нападение заканчивается правильно правильно поэтому нужно сделать линку ребят чате как всегда обиженные люди люди заходят за мной фу ловятся я рл ставлю полторы тысячи на гайды вот и чё я захожу просто поплавить получается записать контент отдохнуть и люди хотят чего-то большего от этих каток я не понимаю чего вы хотите люди я зашел расслабиться и записать контент чем проблема чтобы мне нравится я полетим вот тут видно меня уже хорошо почти есть линкин сфера ска там душит имбо легион прыгнул ее но нет туман и лететь туда мой под там безе еще там потом потом был ну рукам конечно том убить это я помогу хорошо лично томбу разбили зомба разбили нормально так но в этой катке конечно же хотелось бы большое количество блатстоуна взять потому что как видите катка тут не сильно потная получается вот туда от к не сильно потная получается можно тут поколотить блатстоуны на вставочку хорошо линка есть главное линку иметь главное линку иметь можно пожалуйста ребят спасибо линка если будет сейчас будет очень хорошо хорошо нету сайланса сайланса или бары не надо делать какие-то там юлы и прочие тем по кайфу так пятнадцатый левел 16 поскорее бабнуть для скорости и дамаги хорошо и хорошо все-таки выложили артефакты до выложили на базе артефакты главное чтобы линку не выложили мою пашку выложить это власть а потом спрашивает а почему а здесь ты без т.п. играешь то потому что выкладывает на базе так ладно сконформирует но оппоненты присели на очков без камбэка катка походу будет линка есть линка есть аккуратненько пойдем понял хорош комбо бомба так сказать залетела нормально киндер сюрприз как я не люблю это комбинации слепы знали с кайф разодрали просто эсо кайф ой брат я не дал 2 1 попробуем так хотя бы есть пенец он в ребятки он был хорошо вайк риту и шнайсова ой скритует какие брат так но нам рано на хг заходить я 16 отлично так 2 100 на кармане вебмани в принципе линка имеется мой друг личный помощник личный помощник личный помощник секретарша хорош это те рофлы которые мы заслужили те рофлы которые мы заслужили личный помощник так чё делаем дальше по какому билду будем играть дефолт шиву сделать шиву сделать так на низу travel travel ребят travel пару вардов это пусть на базе лежит и вниз будем лететь сейчас сломя голову полетели вот так вот по ним она должна хватить а не хватило ну да ладно чуть-чуть не не подрасчитал так бы сейчас влетел легиона минус 1 ждем travel хорошо арбитский тут стопроцентно есть арбитский стопроцентно есть так 18 гладов travel отлично там есть живой опять секунда из а хорошо и все пять секунд до из а можно побить так линку мне сбили но улеги но дуэль к секунд 10 еще где-то потому что он ее давал а вот она чё нет я умер стопроцент стики попробую нажать конечно есть кстати очень быстро добрался не знаю чем я думал видел 5 секунд 3 объем тавер раз ес уже живой странно очень это очень странно но я просрал все бладстоуны ты чё можно попасть по ней пожалуйста у нее стопроцентный промах господи ваш хорошо так сказать осилили таким мариту тяжело носили чем кб делать что ли из марита ручка поймали то не линку мартретта постоянно сбивает либо вторым либо первым тут бы терраса мкб сделать такой семи керри билд всеми керри билд сразу бан лист во всех аккаунтах как жирный кур бан так но это катка будет с камбэком походу потому что проблема такова там лейты они сейчас сразу возьмут мартретку очень тяжело без мкб будет убивать ребята вот сейчас вы наблюдали я даже не хочу эту катку удалять в уличии лютейшие типа сначала жопу подлезать а потом высказывать какие-то недовольства и левать тем самым пытаясь запороть 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 геймплей запороть контент который я пытаюсь писать вот настоятельно рекомендую так не делать потому что вы показываете свое истинное лицо серьезно по факту чел такой ой там пожелаю тебе хорошей игры желаю хорошего видео а потом берет и ливает просто ну типа ясно ты араков ко мне подсунул купи себе вард сам поставь играй сам чем проблема я что кого-то прошу варды ставить или что в этих катках я ставлю всегда варды сам вот такие люди это очень плохо ребят из-за таких людей окна есть там будет прыгать я отойду я не хочу потом бы прыгать ним драться конечно не ахте подходить надо надо уходить мартретка 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 да опа легич идет опа да что ж такое там бесперебойник пищит с интернетом шторм хватит пролесить так у нас начнется сейчас тяжелая игра из-за того что ливер настиг нас мкбшку делаю мартретку пробивать и бкб будет делать мкбшка дезоль башер там господи это жестко это очень жестко армор какой-то надо будет еще очень много мартретки очень так ну кого-нибудь увидеть сейчас было бы очень хорошо не легиона точно он веншит то пойдет с дэшки я его не потяну надо фармить фармить а сейчас пойдем ближе к рошану ближе к рошану ближе к рошану пойдем подал если что в помойку подал если что в помойку ну ну коллега кд ну нет я понял я понял есть там солд бустером моя ошибка не подрасчитал я чутка тем не менее с козыря мне кажется удовольствие стоит там пол хп уже было так мой личный помощник покидает студию алло алло длина почему-то ливнула мне не нравится ты меня подставит мне не нравится гонорар а извинили на брат прости пожалуйста прости пожалуйста так хорошо делаем мкб ребятки семи керри катка будет ой я чуть не срубил деревца хорошо он к чел он забрал этот дэшка он царуб колотит всю катку 4 на 4 принципе катка получается рубчик всю игру с доминатором колотит так у меня есть мкб мкб молнию можно будет сделать но тут кери надо выходить я думаю ну хочется в кере конечно кире катку все равно буду делать можно и тут сделать ее можно и тут сделать в принципе скорость атаки хочется побольше очень хочется в линка лишний артефакт и ребилде конечно не хочется делать я всегда начинаете ребилды с линки вы заметили так ребятки ну там он не один по любых на екс бра то бита верно сулит 4 героя только не надо только не надо я хотел просто своим помочь все отпустите меня я вам ничего плохого не делал ничего плохого не делал со стана там хрен выйдешь подрегенимся чуть легич линка есть мартретку я не забиваю там слишком много . много стоп фид под центры делал мкб но смарт-рэдкой драться до сих пор не могу ваш крит понял базар кружок все я на базу схожу сейчас соберитесь беритесь ваш крит нас неплохо морда убьем изи сейчас мы главное чтоб есть не бахнув пельменей когда дэв сейчас придут 2-3 героя ли на нам не нужна да ладно что то вот этот момент я упустил этот момент я упустил что там даже такое может быть так на мартретка забрала кнопку это плохо возможно тут барды стоят они сейчас будут вместе тупо из мордра портретка 1 на топе будет но и есть очень рядом близко skydibash вот этот клиент хорошо skydibash нет только не давать ей бить порт разобрать надо хорошо если заберем и так отойти все были повержены в этой драке эта битва была жестоко песка не хватило это битва была самая на и жесточайшие вот там по моему с к брат оруж пульсации же увеличивается пульсации увеличится пульсом достала хорошо отлично мкбшка помогает не промахиваясь по ней все-таки урона лучше ей заходит пойдет отлично это было егис вообще here we go again брат ну буду бить но не факт что помогут тебе хорошо надо уходить уходим крипу заберем он не а есть чай молнии да по будем просто залетать и пищи дилищ очень хорошо если лайк с аквилкой монетка так хорошо лего на низу хорошо отлично я на руну 22 бланика имеем хорошие люди так полный молнии молнию да да будет нормально делал нормально будет хорошо вообще мы можем по идее сейчас закончить поколение нету главное подъезд не становиться подъезд не становиться зомби тоже много делает амплификация его очень тоже решает хорошо очень хорошо решает серьезно хорош отлично даже после лива видит как так так регенимся как газует так он сделаем ребята не попадают но я душу хорошо пошло дело и вот вот это и сказа стилел помогут ребята ой хорош подстанем эти рампагу домой дорогой хорошо на вставочку идиот рампагу даже неожиданная рампага я бы сказал бы мкб все-таки подрешивает ситуации нормально вот так вот рампачки сделали а мой дорогой да знаете такое да кто не признает так ес 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 души нормально молнии тоже кстати там хорошо по проколи тд я отошел я отошел пацаны при всем уважении так моя личная девочка 29 уже хорошо октарина октарина если лучше пьес сделал его куда страшнее выглядел бы так молния у меня есть под лыгу помойку если что хорошо хорошо отлично отлично легиона пойти наказать там блин я могу даже сдохнуть залечу линк собьют это будет ггшечка а то так сделаем сейчас лего пойдет дальше он не боится потому что у него там бгб вообще не боится парень ох ест он взорвался вообще не боится давай драться ой да ладно найс баши крит опять баши крит вылетел у нее что это такое вообще баш крит прикиньте баш крит просто причем одной тычкой баши крит сразу да что ж там с бесперебойником что ж он там жалуется тупо баш крит тупо баш крит полетает хорошо я понял ну такое такая себе катка ребят получилось не знаю такая у нас катка получилась ну не знаю буду я ее оставлять или нет может как дополнительную какую-то несмотря на контент но такое себе такая себе катка заходят челы руинят специально даже после лива фидят после лива даже фидят так что ничего страшного ребят не знаю пойдет она не пойдет такая катка пойдем next в любом случае керри билд я не засчитываю это за керри билд потому что он не полноценный получился не до конца поэтому мы скорее всего в гайде будет 4 катки я вставлю ну возможно эту катку я вставлю еще еще несколько каток нужно будет отыграть нужно будет отыграть максимальный блатстоун и плюс шива ну и конечно же ну я думаю максимального блатстоуна нежели чем в прошлой катке я не сделаю но все равно на гайде имею ввиду не сделаю вот и попробуем давайте next с тобой пойдем сейчас попробуем в дефолте отыграть а потом еще что керри катку отдельно задушу погнали мид ну что ребят погнала next давай катка что ж я все таки хочу сыграть на шторме с шивой со всеми артефактами чтобы было намного больше маны но что то как то не удается на самом деле ребятам не дают собирать то что нужно такое что ну что что ты черт побери такое несешь так ну лимпа надеюсь тут не нужно будет собирать бары урсы там легионы все позабанили инвокер про какой-то алхимик у нас тут дайте мне взять блин шторма да спасибо так ребят вот ну к точку с блатстоунчиками шиву хочется очень хочется хочется второй билд хочется для тинкера еще ну все на мид сегодня пойдут сегодня все пойдут на мид сегодня никто не уйдет с мида сегодня никто не уйдет с мида у нас так берут у нас еще варлока ага разора ага потмо ну арчит арчит полюбе я вижу в этом билде арчит 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 все быстренько пропикали серьезно ребята серьезные катки собрали знает куда чего идти зачем пушить все погнали дота серьезная пошла так и догончик конечно можно ну зависит от пота игры ребята если катка потная будет но я не вижу потной игры по пику даже даже потной игры я тут не вижу мясо 95 года химик пикнул героя и пошел чай наливать себе ага топорик берет куда-то идет мид идет наверно да что я писал я мид пофиг я про меня мид дай вы меня слышите я сам мид нет я написал что я мид я другие линии не пойду на шторме и пофиг будет я наблючит буквально я получил компания я беру все то есть это золото сразу сверху пацана курочки жалко нету жалко нету курочки а чё поделать ладно без xp без курочки курить сюда купим сами все что что страшно в дэшка на меду это кстати тяжело будет что в дэш может тормон опихать очень сильные нюки очень сильная тычка как нюки спайлы неправильно сказать нюки у них обычный кд ах ты касочник ну давай размениваться ватный как этот как ватник ватник у вас все ватники вот все ватники кстати у него еще левела нету почему бы не побычу шахилку накидывать будем хорошо хилку накидывать будем его нет хила да как я так он ботал хотел собрать наверно сразу выформить ему две тычки надо дать все я не дойду просто до него касках плюс каски еще имеют сто процентов отскок у меня тут без шансов без шансов уж этот уж этот в д сейчас бы плотник на фарме так вот этот не будешь фармить я не дам тебе подходить 200 маны он меня кстати может убить из маледикта ах вечно проблема с этим с добиванием этого крипа центрального у которого там не видно хп его хрен добить отойдет пойдем по дефолту раскачиваю 13 руны нет вы держитесь дефолт 13 не знаю почему не добил просто отменил атаку даблкил шторм ой шторм я уже потерянный просто сори ребят даблкил шторм говорит фантом дабл все линии под фижи так это же хорошо а это очень плохо очень плохо все нельзя хопать вообще нельзя иначе в таверну а че в таверну а че в таверну а че в таверну по но у меня нет инфо я не видел его я не видел его не видел его я занимался обузами арбузами так но мой фарм забирают да ладно не лучшее начало в принципе как обычно и лучшее начало и лучшее начало такой фит вообще ни о чем господи на 2 возьму я умираю тут откуда он знает постоянно б не б серьезно но бх меня заромливает блин надо центре взять б не б у него часов что ли боже вот я умираю на миду и парень подходит просто начинает фармить здесь толкает мне линию сначала бх спасибо брат делаешь настроение так на 18 секунд нет не буду идти слишком долго сапога нету жесть меня обоссылают но он не просто толкает линию толкает линию очень сильно ладно две смерти больше не будем умирать наверное наверное ладно но окей вот так вот купим типа ну а что нам остается не умирать от ванте хантера же постоянно но на топе сейчас в дэшка получает удовольствие в дэшка получает удовольствие стоя на миду со мной сейчас я вообще ничего ему не делаю я еще второй взял во второй понадобится в принципе думаю второй думаю понадобится смотри какой для какой да регу забрал но ты но ты мне регу оставь да я тебе монету вот чё это с чё с ним чё с этим пацаном зачем он не руинит ой я начинаю вот так париться в таких играх потому что он это странный парень так но бх идет давай как дела не знаю этот алхимик у меня и руна регена забрал руна регена забрал я не умираю тут я не понимаю этого алхимика вообще словом слова вообще не понимаю то есть знаете есть такое понимание что он там покликал бы забрал бы я бы пошел забрал бы регу внизу бы оставил монету то есть если он ромет да почему бы нет я 2 буду раскачивать не люблю нервные катки серьезно начинаешь нервничать тупо из-за того что не понимаешь своих союзников хотя казалось бы просто игра должна быть пофиг значит а как-то не очень и очень бх два раза за роман и приятно добить ни одного крипа не могу вот самое неприятное да когда ты не можешь ничего добить ладно ладно ладничка центре есть можно поесть выфармливаем несмотря на начало будем как-то колотиться идем на низ найс стопишь алхимик выфармить видим так плотная будет катка ребят по ходу не очень у нас дела не очень ага руна забрали но я без рун в этой катке просто не знаю ребят просто без рун в этой катке знаете как без баб таком без рун чайка чайка дешник что ты хочешь от меня хорошо так сразу б сидим ска вот я сейчас на даже думал на стадии драм не на стадии драфта в стадии так сказать захода игроков по ником нужно ну я сразу понял что тут 10 слот будет стопроцентно какое-то токсичное чмо потому что у него ник даже с матами то есть ну чё ожидать от такого чела посла по факту да просто а такого чела ничего и не ожидаешь кроме как негатива правильно 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 хорош такие чудики такие чудики да но ничего не сделать ничего не сделать с такими людьми к сожалению сожалению такими людьми ничего не сделать и люди к сожалению на голову уже неисправимы это не будет что он фантом лоу, что вы почему бы и нет это будет это будет это будет да ладно, выжил я не верю это будет это будет Баха где-то под ногами должен быть. Аккуратно на базу уходим. Так, я не хочу играть через ПТС-ку в любом случае. Надо Юл делать. Первый артефакт через Юл пойдем. По-другому никак у нас тут не будет. В спектре отдали трипл, да? Не очень катка. Пантома я еще не забрал. Жесть, там вообще кропалик остался. Но он отошел под крипов. Надо было подождать, но как ждать? У меня БХ под ногами, он пропалит всю контору. Соответственно, не хрен там ждать. Так, этот дуралей у нас пришел на мою линию. Понял? Будет пытаться руинить. В любом случае. В любом случае будет пытаться руинить. А, ну у меня промах тут вылетает. Классический. Клмит Тэшка. ВД нанизу. ВД для меня это кормушечка. На самом деле. Лютейшая. Я, если честно, просто поражаюсь таким. Я не дам тебе руну. Просто вот по факту не дам. Я никому ничего не буду давать. Типа. Вообще, ну серьезно. Типа, что это такое? Что за соревнования в игры должно быть вот это? Вот такие баны. Банить просто челов и все. Это ужас какой-то. Чел просто специально пытается заруинить катку. А у него это получится. Что-то нет желания воевать с такими дурачками. Просто с таких каток выходишь и забываешь. Все. Как бы нечего тут больше делать. Типа слишком жирная. Так, ладно. Ситуэйшн из говнейшн. Тоталейшн. Тоталейшн. Первый иулл будет. Ну иулл от кого опять-таки. Ну от БХ тупо иулл. От треков. ПДшки дополнительный контроль. Не буду под деда вылазить. Я туда встал. На базу сходим. Пип. Пип. Так, ну потно. Будет потно. Но я не знаю опять-таки. Блин, столько негатива в этой катке. Я не хочу негативные катки заливать, ребят. Что там кто-то что-то плохое писал или тому подобное. Ну вообще не кайф такой играть. Но ребята вот так вот делают. Не знаю, специально, наверное. И игры. Такие игры, ребят. Так, БХ делает догончик, да, значит? Догончик, значит. И Микле сколотит. Не знаю, куда идти даже. Типека слишком жирная. Слишком большой левел. Я ее никак не пробью. Он забирает руны. Ему пофиг. Лес. Лес, которым управляют. Управляемый лес. Давайте через ПТшку. Опять-таки, если тяжелая игра, будем делать ПТшку. Через ПТшку. Сам АТО будет. Хотелось бы сделать, конечно, ЕУЛ сразу. Надо через ПТшку, ребят. ПТшка залог успеха. И Орчить надо делать. Сейчас ЕУЛ и Орчит. Платстоун потом будем делать. Пока фармимся по-чуть. У нас Баланар ночью тоже фармит. Хотя Даст и БУЗАЛ бы запущал. По-чуть бы. Так, ВДшка 1000 хп. Но у него касок сейчас не будет. Джей-джей. Так, кормушечка на шторме на Медуу. Сейчас БХ придет с догончиком. Первый беру. Я размаксил. Второй. Поддушивать нормально. Хорошо, ПТ на силу, 600 хп. Пантом там на топе. Опасно, опасно. Не знаю, страшно тут стоять. Эти Даст и Кубин. Даст и. Что там на низу? Ага, суета. А, вон он БХ, да, БХ таки прошел как-то. Как-то, она непонятно как. Непонятно как. На Медуфарм. Отлично. Главное, от БХ сейчас не сдохнуть. Утимейт берем. БХ непонятно где, но БХ в Роуме. Я опять без руны, да? Я без руны. Ну, идем на низ. Надеюсь, успеваю. Тысяча хп, ВД. Спеки, что там? Он в Раде хочет выйти. Надо спеку притормозить немного. Каким образом? Вопрос, конечно. Хороший. Пармить негде мне, в принципе. Давайте Н, что поколочим, что ли. Я хз. Пармить тупо негде. В лес я не могу идти. Алхимику оставляю. Лес не могу идти. Лес не могу идти. ВД попробовать убить? Тысяча хп, я, по идее, должен его сливать. Миссл суп. Суповой набор на хиназисе. Суповой набор. Ай, боже, я ару просто с этого. Суповой набор. Ару. Ару, флай. Бх, бх, нанизу, да, будет? 800 хп ставим. Отман. Арчит делает. Ну, хорошо, что еу делает. Потому что делаю еу. Не знаю, хожу просто афакан. Я просто не знаю в такой игре, где фармить. Я отдал лес алхимику. Заходить в лес к оппонентам и тут что-то выфармливать. Только единственный вариант. Тут что-то подфармливать у них. Может, у другого варика нету. Но спектра намного быстрее фармить. В этом проблема. Что там у нее? 600 хп? Блин, это вообще не серьезно. Давайте попробуем подловить. Пойдем сейчас, где она будет тут стоять. Тычка. Второй, тычка. Первый. До свидания. У меня как раз второй раскачанный. Ну, вот такое. Я потел над этим фрагом. Разор забрал. Ладно. Ничего страшного на команду, так сказать. Но... Пойдет. Хотя бы... Вы фармили иул на 5? Потная игра, ребят. Потная. Потная. Иулчик есть. Фантом. Диффуз не делает. Не торопится. Но у нас баланар фермерский еще. Сало давать надо. Быстрее сливать его. Хорошо. Птэхо имеется. База химика там это... Так, ну плохо, плохо, ребят, плохо. Фарма нету. Вообще. Сейчас Радик на спеке будет. Будет очень тяжело. Очень тяжело. Что-то сегодня все игры такие, на самом деле. Химик Радик имеет. Спектро будет драться, я помогу спектро задушивать. Тинкера он не убивает никак. А если в Тинкер не был бы, конечно. Эх, я думал сейчас полечу. Ладно. Ладно. Что, Радик есть? Нету, Сакры только. Слабовато, что-то. Полприз, пиктро. Полфейн. Так, ну надо ТПшку нанес, да? Вот так вот. Нулик, помойку. Есть в треке, да? Не боли меня. Но со мной рядом идет. Но, братан, ну запалил же ж меня. Ну зачем ты меня так запалил? Вот лови ару, что делать? МХ сейчас напишет, да? Классика. Классика. Классика, пацаны. Отвечаю. Но тут БХ под ногами. Классика. Как я и говорил. МХ. 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 О, мой. МХ. 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 МХ говорит. МХ. МХ. радик только что отдал я 3 радик отдал так там пол арчи да есть но я тоже буду арчи делать давайте вот накатка будет пока мы хоть будем как первую игру первую игру я тоже насосал в миду за ром или за уничтожали только команде не было вот таких руинеров которые специально стараются все максимально делать лишь бы под насрать лишь бы под насрать принципе у меня все нормально level хороший золотишко есть артефакты растут все нормально диффуз там это плохо и плох 3 возьмем а вместо цит скинул нет смысла террош от чай как мы будем его собирать он еще и улиц сразу включил и за цида блин долго будем убивать не заберем я может заберем странно очень странно даю даст гондара нет выдержитесь гондариуса нет на выдержитесь сэндричок один возьмем фантом там пошел до лена медуза фармин мх они мха для для от слабых людей все мх а абсолютно хорош а так вот кто в инвизи был спека да получается она нету брат 1 вниз под фармин хорошо да вы там пошли драться зачем что делаете цены я на себя раскаченная умирают сто процентов я умираю тут у нас там есть эти за пар делать может быть я уйду даже еще да это не точно что за колечко я купил анальное уплотнительное бред такой базилочку ой на как я ушел я не знаю ребят честно с этой ситуации уплотнительное колечко взял но она мне на 200 золота 100 золота я прогулял пока что ладно страшно но это лучше не знаю как я ушел типа вообще банально ушел в базилку в помойку там два сильнейших лейта не знаю как мы их будем тащить конечно так маска мне нужна рингов протекшн мне не нужен хорошо . мне нужно . мне нужно почему он не стал уходить не понял вообще не вкурил лол это арчит очень странное поведение у фантома сейчас было он просто отдался мне в принципе я так тоже отдавался но это дорогого стоит арчит арчит на лице я понял хороша бы будет рошана бить они или нет вот он как меня тут видно извините я не первый раз кстати замечаю что вот сюда в это место именно персонажи подходят и каким-то образом находят ладно не суть не суть потеем потеем ребят принципе у нас все нормально в принципе арчит есть у под мы чем место там пытается убить парень не убьет мне кажется чаварды начнем ставить виты пашки денежек нету сошли я не жиг нету чапа фармин на варнике купим ребят хорошо это переключим так три взяли то пришлем при себе хотя бы нету варда да хорошо я пашечку скинем и варда принесем папа фарм а подстак нам сюда поставим я заберу уже слишком долго будем стоять тут так птх он а int перед врывами отмах от на вот на и подман спека потная спека вот хп жесть это вообще типа если я влетаю на фулл ульте мои где-то примерно и типа но это будет оверка шер на надо завардиц как делаем не устал бы да интересно ультимейт доставить под штормах жесть как же его помогает ребят онлайн там алхимик удаем а егу делать я возьму я возьму второй вражочек застиленный обойдет зато комбудская жаль блатстонов нету второй когда я бы прыгнул так раз такая карта без блатстоуна начало очень тяжелое очень тяжелое начало пойдем фармить да и команда делает плохо фантом на низу он они сфор против сильнейших керри будем драться так понимаю попробуем сейчас солдбустер выколотить блатстон в любом случае очень хорошо пойдет я не буду умирать плейт гейму и заряда в 20 я все равно буду иметь заряда в 20 я сейчас в принципе не умираю можно сейчас быстренько солдбустер выколотить пока да у нас все хорошо по левелу хорошо я топ левел на карте это очень годно просто не умираем шторм такой герой который но сейчас мы не очень тяжело будет умереть если я только буду ошибаться так тогда я смогу умирать если там будет какой-нибудь вот такой вот момент да то тогда я буду умирать конечно хорошо то да да я буду умирать такие моменты если там будет бомбе хантер под ногами только хотел сказать солдбустер это решит я не буду умирать с прокастов просто так вот делаем они сыты солдбустер не даст умирать так так то там бх да но нету дастов кстати дастов у меня нету на бх хорошо ой 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 но надо отразить что-то хотя бы а я умер кстати спека ульта нет сейчас и гиги какие же у меня хп надеюсь она не ульта него надеюсь она не ульта нет говорит озес так глупо было на это надеяться ну я не увидел вич доктора он рядом дал 2 чтобы не убежала не убегала это дурочка можно было дать 2 в д но было поздно я уже летел там не успел разобрать сидел получается сидел получается божественная легкость ладно резаемся почти есть солдбустер еще дипуза давай ему то не пробиваете сколько дипузов 4 уже просто все дипуза всирает то есть ну нормально я сидел кстати мвд хорошо сейчас по закидал по закидал 1100 хп фантом если я соло фантома прыгну мне кажется я его убью просто за арчиды за 2 но он может снять с себя кнопочкой конечно так ну варды стоят пока все хорошо чем из вард на просто ткнул лишь бы скинуть понимаю так хорошо на низу есть фарм почти есть у нас пустер пустер нам жизненно необходим вот он давайте скинем от мавлес сюда идет с этим бх тут уже по ужас как вовремя залагал до фантома за душем хорош на базу надо идти не летим потому что потому что может спека вылетануть я буду без маны и сдохнуем пешком тут можно уже пролететься идет есть стал бустер еще продаем вот эту тему хорошо даст и возьмем вот лайк холи считать война лоха пает это самое плохое потому что на лоха п это типа возможность добить есть лютое но не добиваем хорошо 20 левел принципе так чё там куда она пойдет интересно я могу попробовать ее забрать даже несмотря на ее хп на данный момент варды 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 сейчас бы варди когда куда она пошла иллюзии я даже иллюзия не пробиваю самое плохое у нас есть это даже иллюзия пробиваю даже иллюзия не пробиваю так бх даст и есть на бх него нет никакого эскейпа моя очередь тебя убивать брат я очередь у а у говорит хорошо с одного стрик сняли разделим как говорится чувака часу ларинг подобудим хорошо а чё а чё а чё не собирается что она где я что не то купил что-то линкенсеру я купил на что в этой катке серьезно так не говорите что это мой рейси пилинген сферы да господи что со мной не так вот сделаем что со мной не так ребята фантома там жесть в этой тут нету еще жести но если я на фулману лечу типа спека прилетает и додушивает а ну вон она нас к не делает кстати хорошо что нас к не делает очень хорошо он там на низу бушу и сканди уже есть да хорошо хоть не тараску радует фантом на тп вы хотите выжь выжь доктор нам иду под фармин оле щит я ушел отсюда буду драться под дисперсии там еще сбраться нет смысла так полтора к имеется надо трэвел трэвел он и вечно брат конечно так 1800 хорошо пх-шни трэвел надо еще четыреста у него там я его не пробиваю с руки просто пп у него мало но с руки я его тупо не бью получаются спектра 200 hp но спектра у спектра не досягаемый персонаж для меня уже конкретно никак ничем не пробью сейчас лейтгейм будем выходить посмотрим что будем делать фантом один на топе но фантомов много манта дефуза попробуем что сделать конечно так правило есть хорошо папа вардом 9 бланников это мало но это временно она не умирать спектра свой спектра вот мы попробуем хорошо говыряем слабое звено опа сильное звено внизу ой да ладно да ладно но и ул успею хотя бы жесть на базу 300 урона получил жесть там воды вышел ужас ужас воды там хорошо залетел каски в лицо до свидания за подлицо так сказать что взорвать но от спектры все игру бегать будем да я так понимаю ваша щеку паха внизу в дэшник pd-40 на тяжелая катка в лейтгейме не факт что выиграем vd-40 рошан 2 рошана попробовать забрать можно будет подышка 1 хорошо шиву сделаем до фантома так сделаем эту тему купим вар дингом можно выиграть тут игру так но нужно варды все скинули час это сюда стоит abs а снялся и сюда так кто в меду фантом пару поймал да плохо не знаю туда прыгать типа суицидальная вот мы быстренько забрать я живу оси башни вылетает хорошо вот так есть travel спека там че лох пола спека там башку химикс каде сделал сомнительная покупка я считаю настоящий на фантома попробуем сейчас бы кануть у него очень много бх тут дать нету бх у меня вообще слотов нету посмотрите какой я голый что сделать такая игра катка у нас пацаны чего сделаем шива нужно текст шива блин вообще хорошо было так все руны почистили у нас и весь лес рун нету ничего нету в мистику там онлайн давай вещи пробуем на дамажит его но тут надо и улица ставить ременант отлетать вы тут не будет задушил бы я его задушил бы я его да не соло да и не при таких артах очень не дофарм лютый хорошо так на фантом ушел прогнали я в принципе нормально пробиваю пойдет он лоха по выходит дедушку не бейте да дайте тп хнуться нету денег вообще нету денег вообще подышка бм сделал чтобы я его не душил подышка с бэмом сюда варку к нём пойдем спека тараску еще делает но я не пробью спектру знаю кто ее пробивать будет туда двоих лес то они сами придут детекшена нету вардов нету хорош стилить не надо только до лучшим почуть бедная подман спека это настоящее я вот так вот сделаю где алхимик ими где я слышал что он ультанул он на пер а он улетел провели на тревеле улетел спектра со стриком это плохо так но не дадут сейчас походу уйти ему да нет интервалов я бы полетел я бы полетел у фантома задушил ручь тома задушил онлайн онлайн уж уж химик умрет да походу сколько там еще пол ульты я спугнул чистая вот так мегакил есть но это шива это шива почти она есть прошу можно спеки ульты по моему нету вот на катка плотно делать шива есть промахи еще срадиент неприятно однако так алхимик фуловый до 45 я еще даже не фуловый будем убивать рошу прошу убивать оригин хорошо возьми сам детекшена только не будет хорошо и миг тащит катку пытаемся выигрывать так так вич доктор плохо реген сбили без маны буду драку делать 1 пытаться его убивать чемест решился таки сюда заходить хорошо не понимаю где спектра настоящий надо присматриваться вон она фуловая меня с брилли жаль дастов нет а вот она просто с дисперсии 7 все умирают так но я забрал да и и золотишко есть у нас пайбек оба я на б.б. спека жирная слишком спешку можно забрать спокойно у меня жесть как мало хп я на самом деле просто умру с комбинации нет нет и что она слишком жирная куда ну он ее забрал соло осуждаю пока меня бх раздрачивал я не думал что она заберет это вообще почти не возможно она просто наверно дралась с ним и все просто тупо наверно дралась подышка я бегу я очень быстро принципе но умер умер алхимик и зарегенится чально это уже лишнее было что лишнее было 70 секунд фантом живой без алхимика ничего не сделаем и знаю мне что тут бкб надо делать чтобы с дисперсии не отлетать жил он или хикса но с хиксом будет дизайбл но не будет дополнительных кнопок каких-то пд очень жирно часа не забрать уже надо с командой не знаю почему я уж но типа и не знаю там рассчитано было уйти спектру не знаю если я рядом со спектрой был мне кажется я бы отлетел у меня не такого оригена как алхимика может этой тут некий не знаю но пока как то так как идет так идет как идет так идет как идет так идет ребятки можно под сплитчевать аккуратненько так ну там нет байбэка у химика и нет байбэка у спектры этим плохая ситуация и мига нет байбэка мы слабее сейчас соответственно химик нужнее в драке и миг драки нужнее нежели чем нежели чем другие герои тупо потому хреначо всю игру если вы не убьете и и манта там еще больше с надо с алхимиком только убивать так у меня 4000 есть щит можно так сделать хорошо так место дастов пол хикса давайте возьмем пол хикса 3000 маны текст будем делать так вот оповестим союзников тот первая минута это иллюзия а сейчас драку прострем и мы ее прострим стопроцентно это луз конечно же бпп там онлайн нажали лайк нажали она папе пацаны пошли до так сделаем там и там атакует еще настоящий фантом такое не успеешь фантом там от алхимика валится жесть молнии разлетаются я сейчас я сделаю надо будет просто таргет нацеплять их и все и усил таргет нацеплять и все в принципе я 6 слотов имею 6 слотов это уже хорошо такой игре очень плохой старт как обычно в принципе так сделаем как я говорил 20 блат снова будет 20 гладиков есть у нас медленно накопится принципе у нас ситуация по игре с ваша просто не вышел порой дать хотел можно было хельс дать но я второй хотел дать силач давайте напишем не знаю моя ошибка получать 2 хотел дать на 2 хек сразу давайте убивать его ой 6 ладно а я ошибка нечего тут добавить просто ошибка что еще сказать баха с башем с дэшкой но повезло повезло еще два двадцать на девятом слоте поддакивает сидит вот так и палатах и товарищи паха вылез бы было бы хорошо но я прострал очень много блат стол на числе можно хороших так я не знаю ой там химик пошел драться я ты почувствовал 1 я блин к блин к нусь есть у меня кнопки 1 плохо все это конечно очень плохо но что поделать что поделать успеха настоящего виду чем есть чем и сбросил да просто бит и фантом пришел но я соло дефать не буду соло дефать не буду пойдет на низ умирает не умирает хожу как я нюсь алхимик нам в пекло прилетел я не буду в этом пекле участвовать пкг надо на базу лететь спасибо спасибо хорошо так на не сейчас тп буду делать сюда низ по-любому кто-то будет дефит нет не будет никто будет хорошо четко вообще как я и планировал пайбэка вроде там нету но сейчас буду воды цеплять пайбэк спека плохо хорошо отлично г г г г но алхимику должны отдать я тут ничего не делал только ошибок было жесть просто негативная катка получилось но тем не менее я собрал то что я хотел собрал ребят очень много ошибок смотрите этот видос внимательно чтобы понимать какие ошибки не стоит допускать по микроконтролю много ошибок было тем не менее взяли мы вторую сторону за душем x есть что за рука обычно я ловлю его хорошо и у тебя на базу базу так ну travel 2 есть и перстоны до ковырять но они мне в принципе не нужны можно будет продать и улы вместо юла еще что-то докупать обычно купали догон но по-разному всегда по-разному всегда алхимик выиграл эту игру по сути очень много он сделал я чисто делал то что ты от меня требуется ребят очень много негатива в игре на принципе в целом выиграно а по алхимик бегает вот такое ребят ну что ж принципе по этой игре вам будет понятно чё и как стоит делать чё как не стоит делать очень много микро ошибок было целом игра получилась у нас ну ботная можно сказать спектра который 24 на 5 но мне кажется спектра по макре проиграла тут если там ему дали фарма если там у нас 2 21 разор бегает много слишком фида получилось то по макре мне кого-то спектры могут могли не сыграть и от фантома но хозя не удалось как-то да походу ладно не суть в общем ребят остается у нас не смог я добить блатстоуны как я и сказал в первой катке у нас было около 50 блатстоунов не смог я добить больше просто игра потная получилось и что у нас остается остается у нас керри катка тупо керри катка конечно же там должна быть молния бабочка что-нибудь такое чтобы было интересно да и вот этот комментарий сейчас я уже вижу как алхимик так бьет бывает баг когда алхимик либо из-за второго спела когда он взрывается когда игра закончится он выходит из стана и вот и он вот так вот выходит из стана и конечно же задушивает задушивает вот в этой теме поэтому ребят погнали next того что делать что делать ничего не поделать и так ребятки загрузилась у нас катка сейчас все будет огоньком баним всякий шлак и конечно же поехали баним на рубин ассасина не знаю люблю его банить либо тени либо ассасина ну и конечно же шторма надеюсь никто не забанит потому что я уже сталкиваюсь где-то игр 7 тупо кто-то постоянно банит шторма зачем-то я не понимаю правда зачем неужели шторм настолько жесткий герой на 85 он слабее намного здесь чем на 83 по понятным причинам я уже объяснял почему он слабее потому что на 83 карта меньше и соответственно шторм более актуальный персонаж что же остается нас керри катка ребятки напоминаю так собираться не нужно дополнение я не буду делать на шторму потому что потная есть каткой немного вообще каток на шторме на канале есть ребят и остается у нас чокерри катка конечно же давайте сейчас покажем этим пацанам что такое керри шторм о берет сайланс радумает я щас буду в дефолте бегать нет блин я подстригся меня подбежишь что у меня тут волосики так торчат будет и вообще какой-то лохом стал посадить от меня что это такое я ненавижу себя серьезно я не посмотрите на меня какой же я ублюдок серьезно посмотрите на эти уши лужикой оконченный сори мари или мусорка какая-то я извиняюсь занять ребят о мук но с руки будем дамажит сорян ребят просто ну я отвратительно выгляжу не знаю как вы меня вообще смотрите как вы терпите но поехали ничего страшного влепите лайк парни это максимально чего можете сделать на моем канале спасибо всем погнали сейчас керрика . будем стакать будем 13 тупо макси не будем 2 брать тупо 13 форма 13 форма 13 форма 13 форма 13 форма максимально быстро bloodstone и от bloodstone уже будем отталкиваться если будет сайленсор примы под музыку дефолтный вот так вот забайте ли получается не забывайте что футболочку тени вы не можете получить потому что нет у меня как говорится продажи футболок ребята это чисто мои личные футболки эх мы печально если ну такое и пацан он он на стрим пошел уже вон вернулся ладно погнали она их слез likes этих м.п. не карме брат пожалуйста я подставить и вать буду хорошо надеюсь не будет фармить куры нету возьмем ничего страшного если на гайдах нету куры значит катка будет интересная так ну антимаг да фун панда но веселая панда да хорошо снаекс вот эти линии вот эти три кампана иксом в принципе хватать должно хватать должно так очень чем наша задача наша задача такова будем душить и молния вторым артефактом будет ребят то есть у нас будет бладстоун потеха через пт катка будет по-любому сало тут у нас есть но эта фигня все бладстоун потеха и поехала через бладстоун и пт будем плейте первое что мы соберем это пт центурион нападает центурион ладно ладно страшно центурионы нападают нападение центурионов на богов сало в меду это плохо конечно но могло быть и хуже хорошо не успела передвинуть камеру чтобы добивать за короля мертвых из of так хорошо я успеваю стакнуть отлично одного крипа я прогуливаю на этот стак курочки нет это плохо но тут пассивника постоим сало как хорошо что без дисков так сказать эра интернета наступила без дисковых хорошо хоть чуть подразменять хп сколько маны там 80 маны задрачит это сайленсор в любом случае сайленсор это сайленсор щитом там и за кнопку ну захилим сейчас на куры нету это плохо куры нету 3 возможно бы размениться с ним хитпоинтами было бы хорошо ботул отколотить у меня и так не туман и уже не будет принципе я с ним нормально разменивать такие оплеухи дружескины дружественные раскидываются иду-иду иду-иду возьмем хорошо x взяли хорошо отлично фулл мана ума на то что нужно идем на линию но много экспириенса мы прогуливаем возможно сейчас придется пойти временно на стаке потому что сейчас просто стоять афк на лайне нет смысла я думаю хорошо на x красавчик оставляет рунам молодчина хорошо стакаем стакаем чё делать пока у нас крипы под пешкой оппонента в лесочек отходим стик надо бы против сайленсора взять промах промах я люблю пара папа папа еще ману запуливает я четвертый левел восполняемся сейчас будет первым душить курсой такое конечно тяжелый мид что сделать это сайленсор против сайленсора всегда тяжело стоять что бы мы тут не делали так нам нужно вот так вот сделать акуру забрали но на низ успеваю за руной xp очень много это мой шестой уровень там готовится давай шторм речь пожалуйста монета но активка какая-то будет да попробуем снизу успеваю надо речь пожалуйста ддшка это плохо как же что он без дисков тяжелый старт легкий конец знаете такое но со своими кэмпами я на самом деле очень в большом минус экспириенсе да вообще я просто в минус xp но потому что это сайленсор с ним намного тяжелее стоять чем с другими героями часто к ним еще камбэк не мне что страшно там он курму тем более сделал вообще не боремся от рун камбэк с ним камбуз к ним амбэк говорится так есть 6 левом то что нужно сделал это плохо знаете чем плохо плохо тем что немного хп зашел тебя шок тебя хорошо арма совсем нет ребят дрочит меня сайленсор тут но ничего но на базу сходим 6 левом ну рано нападать хотя если было бы она и гениться на а куда кур улетел идет две кур что ли я же закупился стоп две куры лол у нас две куры хорошо эти манга возьмем на стопроцентный дел не успевая до манга накопить солнце на руну пойдет сюда давайте т.п. хорошо я заберу его забрал хорошо так на топе нету пт-шка первый артефакт как я и говорил вард мне вард ребята дали отлично пойдет и ману давайте ману не взяли уже пойдет пойдет он 40 главное убили мы забрали все преимущество я ему не сидел он мне сидел тяжелый мид с шестым левелом помощью мангуса можно спокойно камбуз к антимаг пришел зачем-то варда возьмем арбе возьмешься на руну пойдем поставим трипл килл хорошо 1 3 раскачиваемся тупо так по кайфу хорошо глобалка на низу вот сюда вард заставим немножко и душа там пацаны саламаны нету кстати пойдет через руна умирает он по аспек спек урона походу не дождусь на него надо ждать ждать ровно по-любому так вот делаем ай-яй-яй-яй ну дабл эдж дает я полечу там хорош 120 2 маны это плохо это плохо он сало еще раз качал сайланса вообще плохо 2x и забрал и на жирный с урной просто да еще и ремнантом не попал а еще я теперь обосраны и мне нужно на базу идти ладно плохой старт ребят очень плохой крипов нет ничего нет просто фит какой-то вг антимаг о 2007 год хорошо но зато я ребятам заварнил это плохо на самом деле так нельзя молодца если я фармил мид у меня бы уже по-любому 1200 было бы носу бустер осул бустер а сейчас сало придет степешки и мне надо будет идти на базу плохо фармимся поэтому сало идет все отходим а то сейчас 31 и до свидания 800 хп у него там и роба а на базу сходим на базу на руну сейчас не пойду я хорошо то next а можно сол ринг фарма вообще нет ребят но справимся думаю сол ринг next а сейчас сало можно будет попробовать мид пойти полететь убить надо прям четко в него лететь без второго тяжело конечно так убивать но если вы попадаете ремнантом поскорее всего убиваете а нет она тупик это актив когда это активка какая-то хорошо ребята душа внизу я пойдем активку сбирать отлично почти соул есть ой спектре напихают там сейчас ой регенерация отлично просто регенерация просто отлично берем тпшка но куру чел зевса там кура пока фармим ничем команде не помогу закачиваю 3 хорошо 2 урна кентавр 2 урна соу ринг фармим хорошо лес идем фармить есть у нас соул все выходим в лес сол бустер где-то примерно к 20 но это очень поздний сол бустер конечно будет а я думаю мы щас быстрее много выправим еще пару фражочков сделать надо бы пару фрагов сделаем так 400 хорошо ну сало внизу делает торчит это плохо что я делаю сол бустер не улы тут не вообще не рассматриваю как артефакт потому что это керри гадко перекатка хорошо так будет помощь какая-нибудь будешь душить и как я сало получил интересно . даешь хорошо умер отлично не знаю зачем он так решил сделать ну да ладно при полкил я сделал только что добил союзника добил союзника и задушил еще хорошо point booster имеется бустер а потом этот овцу гоняет по лесу овцу по лесу гоняет хорошо хорошо сол бустер близко почему сол бустер первым артефактом для статы в принципе керри билде мне по любому надо начинать с него керри билде потому что чем раньше я его соберу тем больше я смогу накопить зарядов больше смогу накопить зарядов а чем больше заряда в теме естественно больше импакта сало все равно получаю да что-то я удивил удивился если честно почему сало получил дамагу такая тишь салом качиваешь должен тоже салат качать по идее но откачивает дамагу только хорошо глобал отдали поник там душ боники выразимся так так 2к есть но к 17 я думаю я сделаю очень плохой фарм но из-за то что сайленсором стоял но это нормально тем не менее тем менее у меня 2к есть кармане 2к и как говорится тофта не 5к 2к чё за руна дэдэшечка надо забирать а то оставляем дэдэшка берем и погнали мая сарича происходит извращенство какие антимаг живой рожь почти салт бустер спасибо не сломает этот извращенец опа и внизу кентавр но кентавра пока нету даггер он не опасен антимаг опасен конечно я все равно в керри билде буду тут а салт бустер уже почти есть все таки тайминги быстрее идут у меня за счет и это я рассчитываю примерно тайминг этот фарма 20 там минута примерно это без фрагов идет тупо если хрипов колотить а так видите намного быстрее получается что фраги идут праги идут и за счет фрагов мб чеш все есть хорошо на монетку монетку купим салт бустер так вот делаем так вот делаем хорошо отлично да как вайтом саричи происходит извращение антимуг второго нету нет смысла прыгать если прыгнуть и пану я буду как для него как корм то есть я взорвусь просто и все поэтому не стоит о ладно мое упущение чуть до блада так но забирают туда иллюзия финале блатстоун доколачивать не пробьет антимаг чин такой blinker blinker хорошо так блатстоун 900 золотишки постоянно путаю золотом манты манты золото немного пофиксили я постоянно путаю короче манты и блатстоун одинаковая типа цена должна быть но латстоуна осталось цена у манты подешевелась подешевелась он на базу все отлично все максимальный гангами next молния ребят максимальный ганги next молния вот сейчас помогать людо ману с собой носим он на димах настоящего можно задушить это мой клиент по идее хорошо на всю ману так сказать магическим уроном все ману накидаем на лицо она и скрип не сдох так все ману регенем 800 надо 900 маны минимум шаб ладики быстренько поднимем молния у нас не за горами я уже вижу как я буду просто влетать драку стоит салансе бить с молнией лучше конечно бкб было бы хорошо и пашечку боковом магазинчике здравствуйте я с компании тормоз я бы хотел бы приобрести у вас прекрасный телепорт по какой цене я могу его приобрести здравствуйте цена у нас сегодня особенная 75 золотые вы его ваш телепорт уже готов спасибо 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 но надо забирать и уходить нет не заберу а в коту забрали нет рискованно да кота не добивает ладно койка пусть добивает . не хочу рисковать на всю ману залетать душить хорошо ой 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 там что происходит извращения какие-то вай глобалку еще дали я помогу то я помогу горела кристалка я помогу хорошая руна вкусная еда свежее мясо хорошая руна сколько там у нее сайлайнсера можно подушить принципе если он сейчас остановится ласт хитить вот здесь я думаю я полечу полетели есть есть так 200 есть до 200 это молния макуин молния макуин хорошо это молния у меня 700 маны там антимук еще будет хорошо у меня попал тогда попал я давно задушим . еще закатил как профи не ну я просто смотрел в доту вчера и короче ну понял что я делаю не так дайте хорошо статическое электричество купили регенимся о пауль троечка это значит что сейчас будет очень много дамаги так в этой карте можно еще и чаленге сделать 50 бладстоунов ребят как вы смотрите на это так ману я не взял стерс понял хорошо чаленге 50 бладстоунов плюс керри билд они попробуем попробуем чаленге 50 бладстоунов и конечно же попробуем керри билд я так сказать штормилка теперь штормить нормально там у него 700 хп ли там сало еще пойдет 700 хп говорит шторм не буду рисковать погнали 14 бладиков прессы если они будут соло ходить хей просто соло на них буду на фарм он а морчит у сало на пофиг вообще будем просто правильно залетать и гиги что дискорд вот это очень плохо так ребята лес фармят я не могу фармить и где-то но сейчас нет выйду на фарме 1000 есть первое что об ним этом мажор будем кидать молнии влетать драку и будет дополнительный урон то есть я буду такой молниеносный почему нет чему нет почему нет если да то там на то пойдет слишком много их до их я бы полетел ребят но я отсюда не вылечу и оттуда не вылечу братцы хорошо мид я запушил вообще такие кайфовые там хп посмотрите но тут надо влетать строго в сайленсера потому что у него арчит будет к туда бывать хорошо хорошо него арчит в сало надо сразу вылетать давать 2 душить лайкать молния вылетает еще по кайфу ребят напоминаю такие река тка на шторме это значит что мы должны собирать керри билд какой-то так я не хочу пушить потому что они будут выходить здесь и под фиживать это керри катка соответственно это несерьезная игра тут может произойти все что угодно либо камбэк либо какой-то фан может быть не знаю то есть поэтому не смотрите на эту катку серьезно эта катка фановая это фановая катка для того чтобы просто так сказать вы отдохнули от постоянных там потных каток и просто провели хорошо время ребятки и все не более по-другому никак так забирают нам dd-шкода плохо но нами дурки это плохо не забрал это плохо ладно молния почти есть что там это демой мажор не знаю куры что-то у нас две куры когда так зашквар на все и понимаю демой мажор куда куда улетела у в щит не там еще кентавр я для него бомба зале антимага я ухожу отсюда для него бомба 16 владиков он антимагом бахнул уже до хорошо 17 владиков 600 она часто морчит будет для меня подготовлена нет не знаю не моя молния там кто ее куда дел вот она на базе хорошо молния имеется у нас маквин ой забрал там сайлансер кого-то хорошо далее наша задача что-нибудь жесткая а именно какой-нибудь дэмэдж артефакт можно даже типа бурезу какую-то но любом случае бабочка должна быть ребят типа можно даже на экстам бабочку делать чтобы можно было с антимагом с руки драться давайте бабочку сделаем серьезно бабочку хорошо давай на базу бабочка можно сделать 20 владиков почти есть у нас блин также он душит этот шторм скорость атаки лютая хорошо полторы тысячи мана у нас всего это немного но чё поделать так спека идет на топ фармить я же самый настоящий керри как-то не знаю не хочу я влетать туда да не зря туда не полетел будет катулась хитить можно будет полететь я уже пробавился антимаг нам это плохо 4 3 героя в минуту 4 герой как же что-то не полетел но боятся они теперь будут не подставляться наверно но бабочку next а бабочку next а это там с волком ходит и 100 приручила зверя фармим пока сами придут на дефы на дефа будем ловить их вон они все кучкуются мне от сайланса просто хватит и я сдох и все тупо тупо сайланса мне хватит на минуту двое у антимуг не знаю потяну наверное не потяну я его о глобал куда-то хорошо я могу умереть щас но буду драться хорошо буду драться ваш мужчина правильно а мужчины должны драться и на тп на базе минус 5 сделали проблем жесть у нас врыв лютый . то что нужно хорошо 23 бланика есть она не сдавится отлично 2 900 бабочку next а блин ну лучше ска не конечно да ребят playboy лозы коннекшен боник лучше ска не конечно на статы блин давайте с крайне сделаем серьезно ребят это для монопулов для хп пулов хорошо зайдет бабочка конечно круто выглядит на типах керри билджи как-никак это получается на скади бабочка и какой-нибудь урона еще рапира может заперу так у нас четверо остается до на керри билд идет успешно пока что молнию кидаешь и да и душишь видели антимаг меня почти убил с ультимейн это плохо плохо заберу щас таки в лесу щас пачка крипов из так в лес ухожу плохо конечно чтобы у них нас покидать 21 левел на шторме 26 минут ладно 4 дома выиграем парень залагал ладно тогда подождем тоже ребят хочет хочется тогда самое время рассказать прекрасный анекдот как там где-то читал короче тип подходит другому типу говорит давайте типа но это что-то там сделаешь что-то там что-то там это вот это все анекдот в принципе анекдотов я не знаю поэтому царя да не на самом деле хотел анекдот типа рассказана тип нам говорит если ты встанешь сейчас и оба слышите по барную стойку тебя эти там там 500 долларов то такой то эти по изи берет обоссывает этот ему дает 500 долларов тип подходит нему говорите про чуть-чуть типа это это еще типа обоссылает что-то не говорит типа ну типа заспорил с ним что типа басу этот короче поспорил с тем что типа спорим что тот тип типа не пасы туда небо сыты этой короче вы ничего не поняли но зато очень интересно спасибо поставьте дизлайк обязательно и отпишитесь от канала за такие шутки просто дизлайк ладно крутить я не умею конечно на зато я знаю что я у мамы дурачок я горжусь этим я у мамы такой один все погнали леса колотить хорошо кто-то мама знает что я у нее такой один дурачок бонника раздевают да конечно же там голые рожки на ножки сапожки остались то все разделим а что такая шуточка история ребятки а что ты делаешь его делает хорошо так но тут выформлена да арчит забрал спойника парень чё там инча да инча лотар делает сало если нападут забайтят на себя я нападу нападение сейчас будет браконьерская хорошо хорошо так как вот этого вы еще опа опа ну интеллект значит hex но я ловкач значит бабочка когда нормально так с молнией залетел там еще и комбо вонгу было и здесь еще кнопку нажал дамаги очень много был так бабочка где мы хорошо 27 ладиков есть и моя бабочка как говорил big боец олегович бабочка на шторме отлично заходит так что далек потому что то ли зачем пушите пацаны не надо пушить так на 4 на 4 антимог по вас кстати сейчас без антимага изи будет рачок на антимаге был перебил вас лопающа выше если ловкач значит бабочка соответственно бабочка уже есть так но у них там тоже кстати сейчас баланс будет по артефактам прыгать не очень хочется там кент поддержит об азиус там вардик нашел вардик нашел 27 благиков имеем вот тут надо сейчас поставить ремнантом чтобы видеть немножко так ребята не подставляются 27 благов имеем тысяча две тысячи хп это в принципе много но может все равно не хватить я возьму я возьму так но не вчетвером сюда хорошо в обалите хорошо я вынужден был суициднуться но глобал потом дали но челлендж провалим по 50 блатстоунам ребят стопроцентный провалим варианта не было оба суицидится глобалка руинит 18 благов же сколько я просрал блатстоунов ребят просто жесть ну я подозревал что так сейчас будет но потом еще чувачок бабочка включаем побежали хорош хорошо но лучше суицид чем кого 28 благов было до двор стоит хорошо так 2 700 у меня есть да в принципе еще смотря как карта затянется в принципе хорошо на екс там работа кстати он орчит меня на их сможет отдать так сюда 3000 есть у нас сейчас мы скорее всего будем покупать что-то типа бкб шки но не знаю очень хочется бкб сделать но это именно если смотреть на игру с стороны победы надо бкб купить и просто и бкб буду стоять и драться без бкб конечно эффект будет не тот от кири билда да вообще в принципе связь кири бил без бкб шки он очень тяжело тяжело реализуется потому что просто кнопку нажимаешь и уничтожаешь такой прикол блин жалко я конечно сдохнул как дурачок сало не подтянул сразу и до микро задушил так значит 4000 есть да скади наверное сделаем скади сатаник да круто было бы дефолтный билд бабочка скади сатаник можно вообще типа сапаса по сделать сапаса и полома почему нет может сатаник сделаем 1 бкб хи нету просто биться с руки сату чему нет как думаете если да сату пахнуть чему нет пол сатаник а чё нет будет много хпс можем драться сатаник давайте сделаем сатаник я че-то даже как-то не рассматривал за нормальный билд так бы монета там нету бм-ов нету но можно будет подраться там кстати нормально причем можно быть подраться так инча козл козлодой вич сюда идет был она из тайминг я буду драться как мужчина у меня сатаник почти есть что пробить меня решил смотрите как регенюсь ох уже то а в очка на из тайминг стать там просто проблема надо именно четко нажать знаете почему четко потому что проблема в том что он взрывается под этот ремнант взрывается под юлом сразу и тут нужно тайминг подловить их прикиньте не поймал 1 сатаник есть хорошо они к вич есть но сало ушел так 22 благо до всего работаем на блатстоуны да хорошо есть работаем блин вообще страшный билд у меня на самом деле сатаник сейчас пт на им держу чтобы мана регенилась так можно принципе залетать и души вообще бы лайкс у нас еще заряженнейший просто а там без шансов камбэка тут просто к откуда делаешь уже по красоте все погнал погнала драка промах серьезно я буду драться сатаник ключа и побеждай побежал дорогой забавно даже почти рэмпэч на вставочка 27 благо вернули ребят начале н еще можем выполнить я ухожу я не буду добивать тут я на контент сейчас играю хорошо ребята пошли мид ломать да но мне надо еще гиперстаун докупить и в самое пекло прыгнем потом 27 бладов реализуем самое пекло прыгнем давайте сейчас гиперстаун и просто затарим прыгнем самое пекло если что у нас есть сатаник любом случае мы должны отриенится в любом случае айти вот такой вот билд у нас получился на 35 лайкс там фарминг зекуратович и хорошо сейчас все реснуться можно будет прям прыгнуть на агрессию такую любую принципе сейчас должен очень жестко дамажить в 2 500 хп и 1800 маны ну сайл сара так убить бы сразу чтобы не моросил в случае чего чтобы отступить отступить хорош ману реген принципе хороший ля какая скорость атаки просто нарезание идут фановая катка ребят напоминаю чисто фановая пофиг вообще пофиг тупо фан о щит молнию бахом себе но ворчи недолго буду тут ворчи дох молнию себе кинул она в кд ушла так хорошо 2000 есть ластовый слот не знаю что-нибудь типа рапиры можно было либо скади тупо ну скади тут скади напрашивается конечно скади сато вы чё это самая пушка самая пушка и садить как он бьет прикольно быстро только чисто диджейский пульт такого шторма не каждый раз увидишь конечно интересно именно поэтому и решил собраться так чего запрыгнем не знаю получится нет главное быстро спитит этого пацана хорошо хорошо отлично ну буду забирать блин это жалко все равно рампачки мне дадут рампачки скотина а молния полетела есть но это же не рэмпэйдж ладно гуда парни вла слот челла слотом на типа крит какой-нибудь можно да хватило слотом крит сделаем класс слотом крит ребят но челлендж провалил по 30 бладстоуна но если бы не сдох там я думаю об ногу все есть бури за еще жесть но поливает нормально кстати поливает нормально уничтожение так сказать такое ребята кстати молодцы держится не сдаются можно сказать дают контент добить все есть бури за еще 34 бланика чё пацаны реставец а гг сейчас спектру убьют там или нет глобалку дали не могу залететь полетели крит 700 вот так сделать хорош но ребят на этом я наверно закончил сделали бури зона к сожалению не под душили нормально а тем не менее вот такой бил получился не знаю просто по плану чисто для вас чтобы посмотреть как задушина просто задушили очень такая но игра изичная по сути но такие как и даже по сути не интересно вставлять но я хотел керри катку именно чтобы было интересно посмотреть как шторм бьет быстро с руки и в принципе красочные моменты тут тоже были и я считаю что гайд принципе на шторма уже закончен надеюсь вы возьмете какие-то мои ошибки и не будете их допускать ошибки микроконтроля макроконтроля и будете конечно же намного лучше отыгрывать на шторме даже может лучше чем я в любом случае ребят пожелаю всем чтобы вы хорошо отыгрывали на шторме чтобы все было отлично у всех ну и в принципе на этом все ребята спасибо всем кто посмотрел тот гайд поставьте лайк тоже постарался и хотя бы за знаете за что хотя бы лайк ставьте за то что я для вас монтирую начало историю героя не за геймплей за сам но за геймплей тут конечно как хотите принципе хотите ставьте хотите нет ребят но конечно приятно когда большое количество лайков за такой труд проделаны и в принципе на этом все спасибо всем кто смотрит кинозиса всем от души ребятки всем хорошего настроя и всем удачи